начинаем слышно меня да да в принципе сейчас секунду к сделаю объявление дорогие слушатели светлана батька она готова доклада чай настойку какую-нибудь оздоровительную приготовьте и слушаем нашу докладчицу пожалуйста секунду после доклада вопросы светлане можете приготовить чтобы не сейчас писать после доклада чтобы не потерялись в чате и добавим кто будет иметь желание добавим в конференцию светлане также да пожалуйста начинаем спасибо всем за предоставленное мне слово я хочу начать свой доклад с очень серьезная с очень серьезного вопроса давайте не будем откладывать долгий ящик я сразу начну перехожу сразу к делу потом уже по вопросам я буду отвечать давайте доклад этот я подготовила и готовилась я это долго целую неделю я сидела за компьютером все писала я надеюсь что вы оцените мой труд не с точки зрения то что я писала а с точки зрения что я излагаю там дело в том что у меня накопилось очень много документов и я хотела вот вкратце сжать всех их и предоставить на ваши на ваши на ваши слушания для вас и так я начинаю с малого возраста через учебный процесс посредством масс-мидия нам внушают что медицина борется за наше здоровье извините меня слышно а еще бы ученые заявляют что даже посредством генномодифицированных организмам могут придать фармацевтические свойства препарату чтобы облегчить страдания и когда начинаешь глубже изучать эти исследования эйфория пропадает очень скоро как так болезнь занимает третье место в мировом бизнесе после финансов и добычи углеродов существует не примеры непримиримый конфликт интересов между здоровьем больного и прибылью мультинациональных корпораций наиболее тревожным фактом является международный оборот с целью получения прибыли что препятствует прогрессу медицины существует лечение многих тяжелых болезней но корпорации оказывают давление чтобы сокрыть это революционные открытия происходят в кабинетах официальной медицины без финансовой поддержки или у врачевателей по воле судьбы два случая пример будоражащий воображение когда родители пятилетнего мальчика остались один на один со своим горем у мальчика диагностировали адренолейкодисктрофию дегенеративное заболе неизлечимое заболевание какое же было удивление академической науки когда два родителя изучив все предметы преподаваемые в мета университете и альтернативную медицину изобрели эффективное лечение за которые были удостоены почетной степени в области медицины и хирургии стирлинского университета препарат и смеси рапсового и оливкового масла назначается врачами во всех странах мира и по сей день другой пример профессор хирургии дзамбони узнав о заболевании жены неизлечимой болезнью рассеянный склероз нашел эффективный способ лечения но так как это заболевание входит в категорию привлекательного сегмента рынка для медкорпораций отказывается применять как лечение в госбольницах два аспекта одной медали а теперь вторая сторона медали мрачная медицинский препарат это плод работы ученых их миссия улучшение жизни всего человечества ну или нам так хочется верить идеале идеалистическая картина не отвечает действительности уже долгое время с начала 19 столетия и по сей день мед препараты превратились в обыкновенный товар для извлечения прибыли а люди в белых халатах квалифицированных разнорабочих для обогащения корпораций немногие даже те кто критически наблюдает не в состоянии заметить такой оборот который крутится вокруг метр препаратов несколько фактов 2011 год 80 фарминг гигантов задекларировали шестьсот тридцать миллиардов долларов я не оперирую российскими фактами нет ни времени ни желания искать уверена что они идентичны другим странам в италии в 2005 году расходы на медобслуживание приведет превысила сто двадцать пять миллиардов евро годовых достигнув девяти процентов ввп валовый внутренний продукт страны расходы на душу населения в соединенных штатов около 7500 долларов годовых что соответствует 18 процентов ввп страны очевидно что лобби корпораций заинтересована в оценке и одобрении своих действий суммы которые выбрасывают на оплату своих преданных топ-менеджеров по меньшем мере удивляет президент и главный исполнительный директор Bristol Myers cube получил семьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч девятьсот восемнадцать долларов за год президент фирмы бейтс всего лишь 40 миллионов пятьсот двадцать одну тысячу одиннадцать долларов в год все вместе взятые большие мультинациональные корпорации держат монополию на медицину и называются одним словом big pharma и как бы это не звучало парадоксально собственно болезни и самые тяжелые составляет ее основной источник прибыли хронические патологии это манна небесная заставляют пациентов принимать медикаменты всю жизнь с экономической точки зрения произвести эффективное дешевое средство не может быть экономически выгодным вложением максимальная прибыль выдавливается из того препарата который больше всего дает побочных эффектов то есть помогая избавиться от одной патологии приобретаешь другую или вообще не помогает все натуральные продукты гомеопатия не входят разряд потентируемых препаратов из-за чего не могут быть предметом обогащения не интересны для серьезного изучения хотя в них то и кроется лечебный активный пациент потенциал который не дает побочных эффектов абсурд логика пациент здоров клиентам меньше big pharma рекламирует свои продукты любым способом телевидение постеры банны общепит витрины где как заправные зазывала настаивают на приобретении любого медсредства при малейшем недомогании в брошюрах которых в большом количестве можно найти в поликлиниках поют воды о полезности и необходимости какого-либо препарата прикрывая открытую рекламу научными выводами все ссылки я отправлю ссылки на публикации я и заявление неравнодушных и смелых журналистов и врачей я отправлю будут записаны внизу и но вот которые за официально заявляет о труфальдийской деятельности big pharma немного цифр wall street journal официальный рупор big pharma заявил потом это заявление подтвердил и экономист что увеличение цен это необходимость так как научные исследования это затратно как и по времени так и по результату ведь фармацевтические компании в конечном итоге должны получить прибыль от того лекарства которое имеет лечебный эффект плюс покрытие расходов на то лекарство которое провалило исследование в двухтысячном году разработка только одного лекарства стоило около 802 миллионов долларов по официально представленных бухгалтерским документам декларируют 36 процентов от прибыли идет на маркетинг а такая статья бюджета как исследования из и разработка медпрепаратов не дотягивает и до 14 14 процентов другая проверка проведению проведенная независимой организацией public citizen нашла более сенсационное открытие и завья заявленных 802 миллионов на развитие одного лекарства менее 100 миллионов идет на его разработку остальные реки денег идут на маркетинг адвокатские конторы давление на органы власти на штат медиков мнение публики органы информации и государства в америке в европе азии задача фундаментальных исследований и связанных с ним расходов остаются на плечах государственных органов national institute of health них запомним это них чтоб не повторяться выбирает на свое непредвзятое усмотрение такие научные институты какие научные институты финансировать и защищать их от лобби фармацевтической индустрии а вот с этого места и поподробнее повторяю ссылки на экономические уголовные преступления будут выложены для самостоятельного изучения по причинам нехватки времени я обрисую схему от проекта лекарства до его попадания внутрь человека в 1980 году конгресс принял закон о прекращении о разрешении научно-исследовательских институтов и малым приватным организациям заниматься научной деятельностью быть финансированными от нифт с последующим получением патента на новые лекарства и тут начинается противоречие налогоплательщик платит дважды первый раз финансируя государственный орган своими налогами второй раз покупая лекарства им же профинансированное разрешение на на разработку формулы и финансирование того или другого лекарства зависит от решения старших научных сотрудников от них это было высокооплачивая высокооплачиваемые госслужащие они могут по желанию это не возбраняется законом консультировать те научные организации где big pharma как приватный орган сама финансирует научные учреждения и приглашает старших научных сотрудников госслужащих как консультантов оплачивая консультации подарками и stock option на момент бревитации препарата big pharma приобретает через technology transfer office ттео право на эксклюзивное владение данной формулой препарата если до этого момента были только утонченные смертельные щупальца big pharma так вот с последующего big pharma становится королевой фармацевтические компании усуществляют необходимый триал то есть исследование по эффективности и надежности лекарства прежде чем выпустить его в продажу право на эксплуатацию данного продукта становится приватным бизнесом между big pharma и изобретателем который получает роялити то есть отчисления по нашему списке ттео находится 600 исследовательских организаций только 10 из них имея дополнительное финансирование от big pharma доводят свое изобретение до логического совершенствования через старших научных сотрудников госслужащих их консультаций big pharma контролирует важность изобретаемой формулы и напрямую регулирует выхода его ее в свет что сказать интрои для института важнее чем наука хотя учебное заведение должно быть уточенным и беспристрастным источником знаний и как было сказано раньше по большому счету финансирование разработки нового медикамента ложится на плечи налогоплательщиков а потом же налогоплательщики должны покупать препарат у big pharma за за небесные цены пример препарат от зета ти который применялся для лечения спида молекула от зета ти была впервые синтезирована в шестьдесят четвертом году в мичиган cancer foundation для лечения рака но ожидаемых результатов не принесла и была забыта вплоть до 1974 года когда группа немецких исследователей показала ее эффективность на лабораторных мышах против вирусных инфекций клакса смит-клайн мультинациональная форма компания пробит приобрела формулу для возможного применения в лечении герпеса но вот восемьдесят первом году new england journal опубликовал три статьи о гомосексуалистах нью-йорка и лос-анджелеса которые умерли от резистентной инфекции и далее имя синдром приобретенного иммунодефицита то есть спит заметим журнал дал они медицинские работники государственные старшие научные сотрудники вместе с парижским институтом пастер предложили что данное заболевание провоцируется вирусом которому дали имя ретровирус в восемьдесят пятом году них вместе с дюк-юниверсити провели исследование молекулы адзета ти для лечения спида результаты лабораторного тестирования и 3 эксперименты на человеке были проведены за счет налогоплательщиков запатентированная молекула адзета ти была переведена в эксклюзив бигфарма такая же истор и я произошла с молекой с молекулой таксол коммерческое название такс то придон после таксел самое распространенное и продаваемое лекарство против рака изобретение которое было полностью за счет налогоплательщиков в италии коробка шестью ампулов ампулами продается за 1400 евро вы не услышали не ослышались а сколько таких коробочек надо все также не государственной организации вся та же не государственная организация public citizen сумела достать документы внутреннего пользования от них где говорится о пяти самых дорогих и продаваемых лекарств зантак за виракс капотэн вазотек продзак и выяснилось что из 17 исследовательских учреждений 16 были представителями бигфарма другое независимое исследование показала что из пяти десяти самых продаваемых лекарств 45 были финансированы из госбюджета то есть налогов возвращаемся к схеме выпуска лекарств прежде чем быть выпущенным препарат должен быть опробован на человеке четыре уровня уровня прохождения первый уровень тестирование проходит на небольшой группе здоровых людей второй уровень тестирования проходит на группе не менее чем 100 человек среди которых находятся несколько некоторые больные третья группа от сотен до 10 тысяч человек четвертая группа она лизирует препараты которые находятся в продаже чтобы выявить неблагоприятные последствия незамеченные ранее на первом этапе триала то есть на лабораторных животных не буду называть госкорпорации в госорганизации извините которые должны делать проверки все дам в скидках внизу бигфарма заключают контракты на проведение этих уровней частными клиниками которые не являются исследовательскими институтами и не имеют специальной подготовки также необязательный положительный результат по всем четырем этапам существует тысячи таких частных клиник во всех странах которые бигфарма платит миллионы долларов не для того чтобы они в свою очередь платили волонтерам исследования на которых стоят от 10 долларов до 1 тысячи долларов министерство здравоохранения штатов выпустила забавный документ в котором говорится что врачи получает за каждого волонтера 12 тысяч долларов плюс бонус за наибольшее число собранных волонтеров здесь напрашивается один вывод почему врачи должны быть предельно честны своих умозаключениям если такой работодатель так щедр вызывает неприятные чувства еще тот факт когда триал проводится в странах третьего мира вспомним пожалуйста что к странам третьего мира относится восточная часть европы плюс азия россия входит сюда теперь факты журналисты которым жить надоело 17 декабря двухтысячного года в вашингтон пост опубликовала опубликовала опубликовали собственное расследование получившее имя судебный процесс кана против фармакомпании файцер девяносто шестом году провинции кана нигерия вспыхнула эпидемия менингита заразил приблизительно 100 тысяч нигерийцев из которых умерли 10 тысяч многие организации частные и государственные прибыли в нигерию для оказания гуманитарной помощи среди них была и пфайцер которая втихую без разрешения нигерийского правительства провела исследования над заболевшими детьми отобрав 200 детей провела свой триал 100 подопытных детей подверглись приему экспериментального препарата трава трава флоксицам извините трава флокса цин извините другую сотню лечили стандартным антибиотиком цев триаксон обвинение состояло в том что смерть наступала потому что существующий антибиотик был назначен малых дозах а экспериментальный препарат не отвечал своим заявлением заявленным действием действиям файцер должна была прекратить эксперименты и начать лечение детей опробированным антибиотиком нет они продолжали до конца тот кто подвергся эксперимент экспериментируемому препарату получил серьезные травмы повреждения суставов юридические перипетии рассказывать нету смысла фактом остается что 200 и 100 против файцер выиграли процесс на компенсацию за ущерб здоровья 75 миллионов долларов как только нигерийский генеральный прокурор подтвердил первый транш в 10 миллионов клинические папки жертв сразу испарились все ни одна жертва ничего не получила без бумажки тык никто independence провел другое расследование есть же сумасшедшие журналисты с двухтысячных годов big pharma проводила около 1500 трил на 150 тысячам подобных индианцев проводились опыты в самых бедных районах индии где безграмотность населения почти сто процентов как утверждает газета с 2007 по 2010 годы умерла около 1730 человек это официальные цифры но так можно им верить если свидетельство о смерти были изданы теми врачами которые сами же и проводили эти тесты прописывали препараты несведущим пациентам получив за это компенсации одним из таких экспериментов была насильная вакцинация девочек гордосилом гордосилом против папиллома вирус по идее лекарства прежде чем попасть на прилавки аптек или больниц должны пройти все лабораторные испытания подтверждающие безопасность и эффективность препарата в действительности намного проще фармацевтическое лобби с академической наукой часто заканчивает свой трил доклиническими испытаниями испытаниями которые абсолютно различимы на испытаниях с испытаниями на человеке это вивисекция потребитель понади по недоразумению пони так недалекости ума по невеждеству эгоистично думает что нет другого способа для достижения победы над болезнями человечества это выгодное для для бигфарма мнение которое она же и придумала при проведении доклинического исследования можно сокрыть нежелаемые результаты еще в далеком 1987 году президент факультета биохимии калифорнийского университета заявил что две родственные категории как мышь и крыса при одинаковом применении токсических субстанций которые провоцируют злокачественную опухоль отвечает на применяемое лечение прямо противоположно что исключает им приори транспозицию результатов на человека итальянский ученый одно время был министром здравоохранения должен был признать что еще 60-х годов эксперименты по лечению злокачественной опухоли изъятой из человека и пересаженной на мыши крысы кур собак свиней ведет себя на каждом организме каждый раз по-разному и не имеет логического применения на человеке в июле 2007 года исследовательский национальный консилиум при национальной академии наук америки официально посоветовал всем исследовательским лабораториям проводить эксперименты на клеточных культурах человека токсика геномика называется животные намного резистенты к заболеваниям чем человек поэтому при желании эксперимента маникулировать результаты анализов по своему усмотрению можно привести другой факт в 70-х годах вышли в свет множество публикаций о вреде курения которая провоцирует рак легких филипп морис финансировал хэзлитон лаборитис и провел собственное расследование сотни собак участвовали в этом эксперименте методом такой операции которая называется трахеоктомия разрез на шее между трахейными кольцами вставлялась трубка через которую эти собаки должны были вдыхать сигаретный дым часами на протяжении месяца тест не дал результатов по провоцированию рака из-за курения филипп морис триумфально вышел из этой ситуации продавая еще больше сигарет отравляя еще больше людей в 90-х годах табачную лобби накрыла волна разоблачений коснулась и этого теста так как и он был подделан у этих у тех у кого есть животные дома знают что они намного сильнее в плане здоровья чем мы заражаются намного меньше чем мы не говоря уже про крыс который прекрасно чувствует себя в город в городских нечистотах хочу процитировать фразу ричарда клаус нера история исследования по борьбе с раком это история исследования рака у крыс десятилетия мы лечили рак у крыс но не у человека профессор гарантий не директор института исследования фармакологии заявил что из 8500 лекарств применяемых в италии только несколько десятков действительно эффективны то есть около 8400 лекарств которые прошли 3 исследования инвитра на животных и на человеке ненадежные опасны статистика каждый итальянец ежегодно потребляет 26 лекарственных препаратов в год и пик фарма ежедневно ложит в карман 42 миллиона евро статистика итальянская корреспондент ох уж эти корреспонденты газеты мессенджера спросил у профессора гарантий не правда ли что третье место по смертности после инфаркта и рака занимает смертность из-за принятия медикаментов ответ нет данных чтобы продать новый продукт надо создать необходимость для для приобретения его потребителем при истечении срока действия патента на формулу достаточно поменять название лекарства дозу активного вещества и добавить какую-нибудь новую болезнь не излечимость которой возможно и придумать новый красивый рейстайлинг на коробочку с лекарством а с этого момента нет контроля чтобы заполучить новый патент можно сказать продлить старый надо провести тест что формула продолжает быть эффективно против плацебо форфирма элли лили восемьдесят седьмом году выпустила прадзак для лечения депрессии девяносто четвертом году для лечения обсессивно компульсивного расстройства в девяносто шестом году для лечения булемии девяносто девятом для лечения старческой депрессии в две тысячи первом году по истечении срока патента появились сразу файцер с новым названием лекарства золофт и глакса смит клайн с лекарством под названием паксил ну и сама лили элли лили не отставала окрестил новым именем все тоже лекарство сарафем только покрасил его в розовый и фиолетовые цвета и наградив его новыми возможностями лечение предменструального дистрофического расстройства и это все та же формула что и прадзак только стоит в три раза дороже british medical journal в одной статье извинился перед читателями и врачами которые жаловались на статьи написаны якобы от их имени или на ссылки на их имена в тех или иных статьях о которых они ни слухом ни духом не ведали что оказывается они подтверждают эффективность того или другого препарата журнал заявил что он не в состоянии и не его это дело проводить расследование кто прав ему посылают статью за которую платят деньги и все поиск правдивости в информации ложится на плечи потребителя закулисную возню рассказал ричард хортон директор журнала lancet фармацевтическая компания спонсирует научный симпозиум некоторые информаторы приглашены рекламировать тот или другой продукт взамен на определенную сумму big pharma выбирает информатора провизора провизора правильно называется из тех кто преданно служит ей за неплохую зарплату какой-нибудь приглашенный big pharma и телеканал телеканал снимает симпозиум понятно не бесплатно все выступления ораторов как провизоров рекламщиков так и под другим темам переводится в печатное слово потом эта папка со всеми выступлениями предлагается в какое-либо издательство не за спасибо далее издательство печатает каком-нибудь популярном журнале в приложении это выступление провизор провизора оратором провизором будет только профессор университета а не тот который бегает по аптекам или соц сетям продавая дым потому что он получит процент от продаж но что-то типа herbalife herbalife если кто помнит как говорится волка ноги кормят и низкое вибрационное естество профессора уже увлажают подарками высокозвездочными гостиницами первым классом самолете а другие провизоры участники симпозиума по 4 в одном номере в хостеле например директор департамента психиатрии brown university medical school получил полмиллиона полмиллиона долларов но кто откажется сотрудничать с big pharma когда-то давным давно аптекари придумали лекарства чтобы лечить болезни сейчас же фармацевты придумают болезни чтобы продавать лекарства средствах массовой информации идет рекламная кампания а вы знак возникновение убийственной болезни или просто-напросто изменения параметр параметров функция функционировано функционировано вония того или другого органа ведь здоровый человек лакомый кусочек платит пример кровяное давление раньше стандарт был 140 на 90 в 2003 году пересмотрели стандарт сейчас 120 на 80 по американским данным сейчас 45 миллионов американцев находятся в зоне риска так что профилактика лучше чем лечение надо принимать таблетки для понижения давления эта игра более заметно при замерах холестерина если раньше показатель 280 говорил о здоровом человеке то потом снизился до 240 а сейчас и до 200 на сегодняшний день антихолестериновые препараты статины дают чистую прибыль big pharma в 25 миллиардов долларов в год в 2004 году принимается предложение для улучшения качества жизни человека путем здорового питания занятия спортом и принятия медикаментов против ипохондрии которым страдает большинство жителей планеты плохое настроение неприятности на работе в семье обыкновенная жизненная рутина возносится в ранг депрессии гради грозящий перерасти в манячное состояние назвав чувство тревоги а после 11 сентября после башень близнецов именуется социальная тревожность и лучше попить успокоительные таблеточки даже не прочитав листок в упаковке физиологические нормальные изменения с возрастом как менопауза и андропауза для big pharma это тяжелые заболевания вспомним вездесущую агрессивную пропаганду против старения женского и мужского организма это гормональные препараты и виагра виокс производства фарма фарма фирмы мерк в 1999 году на прилавке аптек поступило новое обезболивающее одно из селективных ингиби ингибиторов считалось лучшим так как имела бень меньше побочных эффектов но уже через год стало ясно что препарат был причиной смертей от инфаркта объяснялась на объясняясь на обвинения фармфирма заявила так что проводят рел были завышены дозы активного вещества поэтому нельзя принимать препарат долгое время сразу же руководство мерк отправила всем своим провизором email предупреждения о запрещении комментарий об обвинениях и только рассказывать о положительных старых сторонах препарата на другие же вопросы отвечать коротко что не имею права распространяться в 2004 году все же было произведен независимый триал который доказал что применение векс производства мерк является причиной смерти от инфаркта в том же году его сняли с рынка и в том же году продажи векса мерк заработала два с половиной миллиарда долларов только в америке с 1999 по 2003 год за четыре года зарегистрировано 23 тысячи смертельных случаев от инфаркта в длинном списке препаратов провоцирующий смерть это байкол синтетические статины от байера меридия для страдающей анорексией редзулин лекарство от диабета которая провоцирует в лучшем случае блокирование работы печени в худшем смерть производства варных ламберт в начале двухтысячных был произведен невиданный восьмилетний триал в котором участвовали 42 тысячи человек и 600 клиник новая терапия против гипертензии это повышенное давление в системе и снижение уровня липидов для придав лишь предовращения сердечных приступов по традиции высокое давление понижали мочегонными но с половиной восьмидесятых появилась аси 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 ингибиторы будем назвать аси по-русски предоставленные медицинской индустрией надо знать что повышенное давление представляет собой довольно аппетитную часть рынка особенно для пациентов свыше 50 этим исследователем исследованиям хотели проверить такое средство более какое средство более действенное для уменьшения риска иктуса и инфаркта результаты были опубликованы в journal american medical association в 2002 году в пользу диуретика потому что также имел и благоприятный побочный эффект уменьшение сердечно-сосудистых церебровоскулярных рисков но как мы можем наблюдать благодаря рекламной кампании подкупа медработников обыкновенный действующий диуретик как-то незаметно был вытеснен на синтетический синтетическую молекулу также нередки случаи когда 3l проходит на молодых людях которые тестируют на себе лекарства для пожилых если бы big pharma была бы нормальным гражданином у нее накопилось так много судимостей что и даже не разрешили бы торговать на блошином рынке подержанными безделушками имея влиятельных друзей 8 фарфирмы виновных гражданских и уголовных преступлениях раскошелились на 2 и 2 миллиарда долларов на штрафы санкции и внесудебные соглашения фарфирма sharing plug заплатила пол миллиона долларов государству за то что задержала вы выход на рынок сбыта препаратов дженериков в 2009 году файцер заплатила 2 и 3 миллиарда за негальный нелегальный маркетинг из них более миллиарда на продвижение в незаконных терапевтических целях такого опасного лекарства бекстр противовоспалительный препарат при остеоартрите то есть провоцировал побочные эффекты на сердечно-сосудистую систему это всплыло на поверхность благодаря одному из сотрудников файсера который был сразу же уволен глакса смит-клайн заплатила рекорды 3 миллиарда долларов за свои незаконные действия собственные юридические конторы влиятельные друзья не всегда могут отбелить криминальную сушность биг фарма вот на этом я и заканчиваю это только первый абзац из моего заявленного что я предлагаю вам обслужить послушать следующую субботу я жила желала бы рассказать вам более подробно что такое вич причина спида и наверное уже на следующую на последующую субботу рассказать об онкологии вот вот это я хотела вам рассказать прошу комментировать мой рассказ понравился не понравился ваши ваши вопросы алло алло я закончила я вот слышно было мне вот я закончила до тебя не надо мне вас называть ну что давайте вопросы светлане кто кто желает в эфир задать светлане как самой конференции пишите также добавлю да да пожалуйста я не вижу сколько сейчас нас слушают 57 да это первая конференция конечно она может быть для кого-то скучновато но для меня действительно ставит многие точки над и и когда приходят некоторые права и провайдеры провизоры и начинают втирать что скоро конец света будет потому что не будет хватать каких-то либо медикаментов и некоторые альтернативные так сказать врачеватели и как он говорил шарланы шарлатаны хотят втюхивать и там всякие перекиси или соды зарабатывая на этим деньгам вот этим я хотела показать кому интересно что это такое что такое провизор кстати в советском союзе я впервые узнала что есть такое провизор когда начала изучать вот этот вот эту проблему я даже не знала что в россии есть даже институты ну техникуме там училище которые готовят этих лиц они не должны знать медицину вообще-то они не должны ли и и в приоре и и знать почему потому что они должны знать немножечко как это функционирует потому что многие кто знает что она действительно губительно для здоровья человека многим возможно и откажут откажутся заниматься этой профессией это вот что что я хотела сказать Светлана вот вам первый вопрос так Светлана расскажите пропорции при добавлении в крапивицу по-моему сейчас секунду сбилось немного секундочку Светлана да благодарю расскажите о применении соды при крапивнице при крапивнице пожалуйста пока мы не дошли до конкретно лечения содой пока я вам не рассказала что такое рак и что такое вич я не могу взять на себя ответственность чтобы дать вам какое-либо лечение я вам сейчас единственное что могу дать для всех абсолютно для всех для маленьких деток которые только родились для людей пожилого возраста принимать в ванной соды обыкновенная сода которая покупается в магазине вот и начинаете нету пишут люди татьяна александра дизайн я тоже не нашла чистую соду александра а ой пардон александра дизайнер интерьера я тоже не нашла чистую соду гидрокарбонат натрия в аптеках сложно найти что делать хорошо я отвечу значит так давайте начнем сначала от печки сейчас не будем говорить о сода о перекиси для приема внутрь будем говорить например вот как крапивница другие заболевания давайте будем начинать с ванны добавляйте обыкновенную соду в ванну когда делает ну когда моетесь никаких боли дальше моющих средств никаких мыл шампуни ничего высыпьте килограмм обыкновенной соды начинайте с килограмма и покисните в ванной часик и пожалуйста каждый день вы увидите как у вас все болезни буквально все болезни начнут потихоньку пропадать количество соды можно увеличивать я я могу сказать что это не что это вообще никакой опасности нет я принимаю два килограмма соды и килограмм морской соли жива-здорова чувствую себя хорошо не только я все мои домашние принимают так все живы и здоровы и чувствуют себя хорошо и не болеют вот давайте дождемся когда я вам расскажу что такое рак что такое вич и будем действительно уже по приеме внутрь пожалуйста и вас очень прошу ничего не случится вот смотрите следующий вопрос как раз вот про рак андрей иванов пишет вдруг умирает от рака ему можно помочь конечно конечно вот хорошо умирает от рака значит единственно что я могу мне мне правда мне это очень близко к сердцу любой рак видите в чем дело это вне зависимости где у него началось какой орган заболел пошли метастазы не пошли метастазы не имеет никакого значения значит так содовая ванна раз я прошу вас то что я сейчас объявлю в эфире я только для этого вашего друга найдите пожалуйста поищите в интернете так много роликов но пожалуйста очень внимательно отнеситесь к этим роликам я хотела их найти и выпустить отдельно все через славин канал и вячеслава котлярова чтобы все они были вместе найдите кого-нибудь какой-нибудь врача врача какого альтернативщика чтобы он сделал внутривенное вливание препаратов раствора соды 5 процентного раствора соды эти препараты продаются в аптеках продаются в аптеках для только для медиков и по знакомству я знаю точно их можно найти в скорой помощи потому что все все больные которые попадают скорую помощь по неизвестных причинам алкоголики те что там девчонки мальчишки которые отравились от несчастной любви и неизвестных препаратов первое что им делают это занижает кислотность организма через внутривенное пятипроцентное вливание соды начните с этого все вот это единственное лечение которое помогает вопрос ирина иванова а кому ванна категорически противопоказано что делать странный вопрос это ванна никому не может быть противопоказано эти ванны лечат я бы хотела знать что это за заболевание такое действительно первый раз слышу марина консульта килограмм на сад килограмм соды на ванну как вести себя больницы чтобы не покупать таблетки если обнаружено язва у нас теперстной кишки язва а я даже не представляете как легко она лечится перекисью водорода я буду молчать не скажу ничего так прошли эти два первых их тира нехорошо поищите пожалуйста я что могу посоветовать тоже того же неумывакина поищите пожалуйста смотря конечно на язва чем вызвано возможно язва вызвана бакт бактера позже мы вылетела из головы вот бактера господи забыл придуая дуэнальной вылетела меня из головы и потому что я не готова вот но все равно пожалуйста найдите неумывакина лечение перекиси для внутреннего применения настаиваю дело в том что неумывакин говорит о трехпроцентной перекиси которая продается в аптеках она стабилизирована это перекись а есть перекись для внутреннего применения трехпроцентная перекись водорода применяется внутривенно точно также она применяется во всех скорых помощи и применяется кстати внутривенно перекись водорода для внутреннего применения и в больницах при операции на сердце особенно когда производят пересадку сердца и обязательно идет промывка сосудов приносящих кровь перекисью водорода трехпроцентной перекисью водорода в своих пропорциях Светлана смотрите вопрос такой вот вы помнится скидывали в общий чат который на ютубе вашу электронку правильно если не ошибаюсь было дело такое может мы как-то повторим вот ребята может кто-то и обратиться то вот спрашивают уточняют что тут сода допустим ну допустим такие моменты как какую температуру должна быть вода при добавлении соды и вот например другой случай вот Андрей Иванов который пишет который товарищ умирает от рака у него 4 стадия может он сможет вам как-то написать допустим если они там захотят там или как-то заинтересуется допустим я помогу всей душой дело в том что у меня есть исследование доктора Симончини Симончини это онколог я считаю что он войдет в историю но в историю но нет в нашу быль как большой врач и у меня есть исследования и по всем болезням я могу вам скинуть дело в том что у меня на русском и придона на итальянском языке всем чем я смогу я помогу пожалуйста обращайтесь я вот скинула я скинула в чат я скинула секундочку я просто не вижу вниз потому что я сейчас читаю сколько градусов вода должна быть чтобы сода не теряла какие-то свои свойства или еще что-то хорошо сода не теряет своих свойств сода ощелачивает я вам скажу вот для для ванн для применения внутрь я пока помолчу для ванн значит возьмите заварите кипятком соду например если у вас ванна обыкновенная или налейте горячей горячей воды в начале чтобы растворить соду для того чтобы это суспенция порошкообразная исчезла вот и налить его воды у кого есть джакузи значит насыпайте соду включайте джакузи она сама растворится и значит температура воды должна быть приятная это около до 40 градусов 38 наверно будет самая идеальная температура хочу еще сказать о температуре все продукты которые вы применяете внутрь или все продукты вот например ванна никакой не не должен превышать 42 и 3 градусов потому что после этого происходит происходит денатурация белка это уже начинается разрушение живительной живи и живительной среды любого продукта хоть и живой и неживой среды свеклана вот этот товарищ мата нет там собак нет табака свежий воздух спрашивает все некоторых до сих пор оказывается люди не понимают про какую соду что значит обыкновенная сода пищевая сода если вы слышали что что наносода какая то есть новая говорят ну первый раз слышу я поищу хорошо да тогда вот этот про соду какую что там должно быть написано на этой упаковке лучше искать там и в том роде я пока следующий вопрос да то обыкновенная сода питьевая сода которая мы еще знали с советских времен я вижу она до сих пор но по интернету я вижу она продается до сих пор в россии это сода обыкновенная пищевая сода обратите внимание у нее написано пищевая добавка и 500 значит если это пищевая добавка значит там что то есть это нечистая сода для сода для внешнего применения для ванн для полоскания полости рта для обработки каких-нибудь ран поверхностных используйте прекрасная сода прекрасны для приема внутрь есть специальная чистая сода очищенная такая сода которая продается в общепите она содержит соли алюминия соли алюминия специально добавляют чтобы не дай бог не принимали внук внутрь и не лечились также как перекись водорода она стабилизирована всякими разными солями и трудно найти на упаковке как она стабилизирована маленькая экскурс в историю италии когда я искала на перекись водорода чистую для внутреннего применения в италии ее нет запрещено для продажи и и стабилизирует солями разных металлов каждый раз каждых три месяца протокол стабилизирования солями он меняется и часто даже аптекари даже не знают что они продают она абсолютно вредна для приема внутрь значит объяснение для меня звучало так когда я спросила что будто бы эти наркоманы разводят героин на перекиси и чтобы им видите ли не повредите их нему здоровью вот такой был ответ для меня сейчас это стало очень больным вопросом я понимаю что я несу ответственность я хочу помочь людям но после выступления некоторого товарища который очень плохо относился и сказал что этим можно заработать денег я абсолютно не могу назвать и этот сайт английский сайт я не могу его назвать потому что я не хочу быть чтобы меня но обвинили будто бы я работаю или на этот сайт или что значит я точно знаю мне уже сбрасывали на мою почту на украине точно знаю есть есть и перекись и сода для внутреннего применения и все это вы можете найти легко если у вас есть знакомые в больницах в приемных пунктах и и в аптеках тоже самому соду можно делать вы знаете я задалась этим вопросом тоже когда я искала чистую соду не могла ее найти я искала в интернете очень тяжело найти но я искала я в английском и итальянском сегменте в русском я не нашла чуть-чуть конечно я появился поискала значит сода она выделяется путем горения некоторых веществ и также сода это перетертый порошок кораллов вот поэтому кораллы значит занесены на этом красную книгу их нельзя там трогать будто бы и коралловый порошок принимают все у кого много денег коралловый порошок стоит действительно баснослованных денег в аптеках нет и не бывает сутки нет ребята мне очень жаль ребята не очень действительно жаль я не могу я не это надо поблагодарить нашего товарища который здесь был моим оппонентом ну а вот тому у которого у друга проблемы я помогу всем и даме и сайты дам все жалко что он находится в россии я бы могла ему вы отправите жалко но не падайте духом лечение возможно и очень даже и быстро и и не стопроцентные не падайте духом филипп торсила пишет на сайтах химиков было рассказано что очистить перекись аптечную от добавки натрия бензона то можно найти вот видите я даже кстати этого не знала вот тоже посмотреть я купила александра дизайн пишет так рак это все таких грибок да это стопроцентный грибок это кандида и про кандиду у меня очень много материалов я могу рассказывать возможно это будет более интересный эфир когда я буду рассказывать про рак и что провоцирует рак я знаю точно я могу сказать что я лично вылечилась от рака у меня был рак полости рта и да и не забываем что этот рак раковые клетки у нас сидят у каждого сто процентов у всех и сейчас даже малы малы маленькие дети и также и животные все болеют раком почему значит большое 90 процентов это прививки я тоже знаю по прививка тоже у меня есть много материалов так сейчас володя давай такс александра дизайн вот я сейчас skype пишу если хотите я вас добавлю пока добавляете а я отвечу на счет молочницы молочница это кондиоз это самое наверное неприятное что есть у женщин значит так гигиена в чем состоит первое сразу же я специально купила здесь у нас но виталии мыло и еще не сходила потому что я не подготовилась к эфиру по раку когда я буду делать эфир по раку я попрошу вячеслава и администраторов дать мне эту возможность я куплю эти моющие ну подмывающие средства и вы посмотрите я вам расскажу что это такое во первых все моющие подмывающие средства сделано скажем так они должны иметь абсолютно щелочную среду когда вы берете жидкое мыло пиака ой пардон пиаш 5 и 5 добавьте перекиси бубухните туда трехпроцентной перекиси не бойтесь вы даже когда потом после каждого я настаиваю как мальчики и девочки после каждого акта дефекации надо подмываться абсолютно если ну пописали значит не обязательно а дефекация обязательно расскажу потом подробно почему молочница дальше молочница надо бы грушей делать промывание раствором соды соду можно взять эту нормальную которая продается в магазине можете первый раз попробуйте но так как бы вам сказать ложку на стакан на 250 миллилитров горят давайте так все сначала столовую ложку обыкновенной соды разбавьте кипятке стакана кипятка чтобы не было порошковой суспенсии долейте холодной водой чтобы была тепленькая приятная и значит лечь в ванну ножки поднять вот и через грушу влить себе вот эту суспенсию подержать начинайте с ложки эффект сразу же после первого применения и вот что еще хотела сказать а сейчас вспомнила для тех кто например у кого есть возможность иметь эти препараты как сода как и перекись водорода и продавать другим я вас очень прошу настаиваю и не делайте зла людям в каком смысле конечно за свое то что вы где-то купили достали подумали приобрели переслали конечно за это деньги надо брать за то что вы затратили свое время конечно за это еще какой-то плюс надо брать но и все нельзя абсолютно обогащаться на несчастье других вот и потом еще хочу сказать еще раз настаю про перекись перекись находится в каждом человеке мы производим перекись вся природа производит перекись мы состоим из перекись да вот у меня есть вопрос это как-то тоже у вас уточнял вот у меня мамы тоже и язва там было и вот у нее давление короче там все такое короче на нервную ей говорят врачи на нервной почве это все и вот сейчас она начала перекись пить там по чуть-чуть что вы еще и посоветуйте ванны да вот если нет возможности ванны принимать ванны нету именно самой ребята вы знаете я когда вот да когда я хотела прийти до лечения раков до лечения всех женских и мужских болезней нету женских болезней это все одни и те же болезни и вот настаиваю всем каким-то образом сделать в доме ванну для всех это это не то что это приятно но это лечение и потом я вам я знаю что виталий немного во франции и в испании есть такой аппарат даже не знаю как сказать часть мебели как биде его надо если у вас нету возможности после каждого акта дефекации подмываться значит ванну потому что когда я жила в россии не было беда его существование я узнала здесь в италии это самый хороший гигиенический предмет мебели вот я потом подробно об этом расскажу про маму на все на нервах все зависит от нервах знаете в этом сказано все и ничего дело в том что да это вполне так потому что выделяется адреналин адреналин он подавливает наш иммунитет посла все болезни я настаиваю потому что я знаю состоят из из-за того как работает наш иммунитет ослаблен он или нет надо поднимать иммунитет избавляясь от этого адреналина значит маме что почему ванна она расслабляет даже не только что она сразу же убивает всех паразитов она расслабляет значит более спокойно маме конечно надо чистить кишечник и надо чистить содой я сейчас не буду вам говорить если вы потерпите одну недельку я расскажу я вас понял светлана вас тут просят о миоми рассказать филипп тарсилак о миоми расскажите пару слов о миоми есть миома хорошо обычно мимо возникает от от аборта остается как бы сказать на астральном уровне я атеист я никого абсолютно не призываю ходить в церковь нет это что значит вылечить себя на астральном уровне успокоиться и простить саму себя самих себя потому что детки бывают от двоих нет на одного это раз и чтобы излечиться от моего миомы то же самое спринцевание начинайте из соды и миома все-таки лучше лечится перекисью но промывка вы мы потому что миома тоже там есть конечно составляющая большая грибка если есть милу миома значит есть грибок надо избавиться от грибка сама на самочувствие улучшится улучшится сразу и потом мы там дальше надо будет провести дополнительное лечение это уже внутривенно я не буду сейчас рассказывать но облегчение наступает сразу же сода и спринцевание все можете задавать вопросы уже татьяна можно даже спросить да конечно я же почему и добавил все теперь можете задавать уже и в чате это оглашал кто хочет пишет желает заходит и сами непосредственно вопрос светлане уже можно и будьте добры мне зачитывайте вопросы потому что я боюсь чтобы меня интернет не упал ничего ничего все нормально иногда лучше не смотреть то что иногда пишут я надеюсь что сегодня вы все хорошие так и нормально я вам скажу что 16 лайков и два дизлайка это прекрасно дизлайки из-за того что чего-то не знаю я все но это такой маленький нюанс светлана и хотя бы узнать как можно будет еще проще купить а пожалуйста в аптеках продается или я не знаю где нет это возможно не в аптеках как он называется вот как называется по-русски скажите мне пожалуйста когда вы дышите паром ингалятор ингалятор спасибо большое отлично ингалятор купите обыкновенный ингалятор в капсулу налейте немножечко водички и налейте перекиси водорода но перекись водорода здесь конечно надо пользоваться для внутреннего применения лучше всего и дышите вот этим раствором или дышите весь но вот эта ампула с раствором вода плюс перекись она где-то около 40 минут у вас пройдет это этот процесс и сразу же вы начнули начнете кашлять начнете сморкаться и потихоньку вас все пройдет нет не только гайморит и там простудные заболевания пройдет также болезни головы а какие лучше использовать ингаляторы у меня кстати я купила такой последние стоимости а подождите подождите минуточку и так сейчас 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 подождите не совсем все пропустил светлана еще здесь можешь спрашивать задавать вопросы хоть в эфир зайти и сам сам лично пообщаться да пожалуйста я покажу ингалятор у меня здесь под рукой сейчас минуточку я включусь видно меня ну там с холодным паром да вот здесь капсул вот например это тот что у меня точно такой же прибор вот здесь есть градуация вот наливаете и делать как вы можете перенести попробуйте начинать начнет сразу кусаться там щипаться ничего страшного потерпите а потом привыкните и вам даже будет приятно вам будет какая-то вот необходимость проводить такое лечение кстати при нормализации давления тоже лучше сделать такую такую ингаляцию помогает и сразу же проходит проходит головные боли одно зрение как-то влияет вообще на зрение как-то это влияет видите видите я сейчас нахожусь в очках я потеряла зрение когда у меня вот накинулись все мои болезни это было началось пять лет назад у меня была куча болезней и я потихоньку но все-таки я хоть и сказать медик для людей я ветеринар и я знаю у меня есть фундаментальная моя наука который я еще раз подчеркиваю очень ей благодарна и начала строить строить по кирпичикам и выискивать как лечиться потому что я знаю как это работает и два года назад мне вообще пропало зрение вот так вот и все я сейчас лечусь у меня восстанавливается зрение я знаю что я его восстановлю я стараюсь ходить без очков и я восстановлю и восстановлю зрение вот да кстати вот это тоже недавно нам говорил старайся без очков ходить это тоже человек услышал это говорит да вы знаете я тоже стараюсь там без очков когда ходите лучше вижу даже без очков потому что они начинают лениться наши глазки но так как я сейчас вот перед компьютером перед компьютером конечно садятся глаза сильно я что делаю я делаю на ваточку трехпроцентный раствор перекиси вот наливаю аптечный и все личка и глазки тоже протираю и морщинки пропадают сразу же а вот и я так прочитала вот все-таки в чате вот тут немножко сдвинула и увидела там говорили а как быть если на работе например ты ходишь туалет и чтобы как делать подмываться нельзя еще вам как скажу про гигиенические прокладки но у девочек а у мальчиков можно на трусики потому что вы трусики носите покреть чем девочки маленькие трусики носят нога гигиеническую прокладку все-таки ложат игорь рассказывал что гигиеническая прокладка это единственный такой продукт который не распадается в природе там до тысячу лет тогда вот я согласна с ним я действительно согласна с ним у меня есть печь и я все спаливаю значит что я предлагаю девочкам и но если у них трусики зимой такие покрепче как у мальчиков перед тем как выйти на улицу из дома утром побрызгайте трехпроцентной перекисью нормальной ну вот где седалище находится и все и вы защищены от от всего вы защищены благодарю да не за что вы здоровая я счастлива я вот уточнить хотел вот я допустим пью перекись и каждый день по капельке добавляю допустим сейчас вот уже дошел там три раза в день по 76 капелек ну а сколько до скольки надо доходить я вот просто пью уже получается сколько ну два месяца два месяца хорошо я тогда объясню я могу тебя на ты называть послушать первый вопрос какой-то перекись пьешь обыкновенной аптечную стабилизированную датичную трехпроцентную обычно стабилизированы но когда дойдем до этого вопроса ищи пожалуйста которая для внутреннего применения значит по приема перекиси перекись надо принимать на голодный желудок всегда с водичкой на голодный желудок можно конечно если вода питьевая плохая вот пропустили потому что у меня нет такой проблемы мне хорошая питьевая вода потому что у меня собственный источник вот пропустили ее через там очистные эти препараты и когда вы пропустили добавьте пару капелек перекиси и пусть она стоит ты например как вот когда пьешь перекиси чувствуешь что неприятный такой привкус металлический ну да да я как бы стараюсь там не дышать в этом раз поглотнул там и нормалек поначалу еще не замечалась с собой сейчас это вот к нам зашла марина сулиманова если не ошибаюсь хотела задать вопрос пообщаться с вами да пожалуйста марина вроде как ребята позадавали я никого не перебила ребят алёна у меня слышите да да прекрасно здравствуйте здравствуйте еще раз я не знаю может быть я не успела просмотреть прослушать пока этот разбиралась технический вопрос вот я там задавал вопрос а вы может быть в других эфирах это говорили но я может и не услышала это а скажите вот вы занимаетесь этим давно соды перекисью как во первых давно да сколько лет и делали бы у вас были проблемы какие-то со здоровьем то есть анализы сдавали диагностику какую-то делали компьютерную а до и после вот у меня была фибромиома матки значит у меня были болезненные менструации и было обильные такие обильные что уже пять лет назад я должна носить и знаете трусы для вот этих для старичков которые обкакиваются представьте себе такие трусы вот такие у меня были обильные кровотечения вот вы не наверное не слышали я так кратко один раз сказала только один раз сейчас вот для всех особенно девочек скажу куда бы я не ходила нитя когда это было это было пять лет назад когда это меня уже был всплеск и когда я ходила к семи врачам и гинекологом и все как один заявили что я должен делать вырезать мою матку я чувствовала что как что-то не то давали мне таблетки для приостановления мрд я бы боялась их пить потому что я понимала какой будет эффект и виталии я нашла доктора который давайте я по болезням вот отдельно поговорю хорошо единственное что я вам скажу что я вылечила мою проблему матка на мне при мне у меня до сих пор и идут нормальные менструации которые должны быть нормальной менструации это чуть-чуть и через несколько месяцев нормальная менструация она вообще не должна быть может чуть-чуть один раз полгода у всех начиная с первого дня потому что идет отшелушивание клеток неоплодотворившихся вот и все у меня все очень замечательно сейчас и это значит 33 года когда я уже здорово пять лет четыре года назад мне провели такую маленькую не операцию но потом я расскажу вам поподробнее по операциям сейчас говорим о друге о другом и почему потому что я действительно могла бы сейчас вам но сейчас предоставить документы все исследования что было до и после я себя вылечила спринцевание питьем и перекиси и питьем соды и спринцеванием и ваннами хорошо спасибо то есть вы исследование там анализы проводить ежегодно и когда я вылечилась два года я вообще к врачам них не гневник зубному не гинекологу для меня это два дня два года я не хожу для чистоты эксперимента вы знаете давайте давайте я скажу зубом не пойду точно другое существо и нет давайте давайте гинекологу схожу так уж и быть дело в том что я хочу сказать что семь гинекологов и значит каждый стоит 150 евро вот посчитайте сколько стоит и все вырезаем вырезаем затем теперь бесплатно не поверите пока еще и у нас нет у нас такого такого у нас нету виталии все за все надо платить конечно можно бесплатно один раз как-то много лет назад у нас было тут повальное взятие мазка на на рак шейки матки была такая компания которая организовала вот американская ассоциация заплатила хорошо здесь виталий и проводили 10 лет назад пригласили всех женщин пройти это исследование но всех замужних женщин там начиная с 20 лет и пока живой конечно я тоже пошла взяла этот мазок когда я не знаю чем-то мне там подрезали и началась обе кровоизлияние сказала спасибо не надо вот и таким образом я знаю что можно очень легко занести все что угодно если не занесешь любую инфекцию и когда эта медсестра потому что врач не проводит это же повальное исследование было и когда медсестра извинилась и предложила мне вот я вам даже бесплатную прокладочку дам я поблагодарила и сказала пусть она прокладочку себе возьмут понятно а вот знаете такого николая печива как николай печив он тут пропагандирует ну свое мировоззрение там и он тоже рекомендует всем содовые ванны и все такое но дело в том что даже вот сообщение было в чате насколько я помню что его обвиняют уже в этом то есть не боитесь этой ответственности потому что это большая ответственность уже да не доктор насчет ответственности конечно вот почему я сказала почему я начала проводить начиная проприо проприо из биг фармы как нас дурят и почему и потом я потихоньку перейду что такое вич что такое спид и что такое рак и как это все завязано на незнании каждый человек должен это знать потому что это очень просто когда вы знаете я передам вам свои знания и вы будете точно знать как себя вести и никогда не заболеете вы посмотрите сколько стоит лекарства против лечения рака это цены какие-то ненормальные действительно те препараты те какие-то капсулы в которых заносят этого ракового больного и там будто бы какой-то радиации там его бьют и химиотерапия как это болезненно у меня есть мои знакомые здесь которые приходят ко мне раковые больные и один мне даже сделали ему операцию вот на тестикалах там отрезали что-то и я вам покажу эти документы где написано что будто бы вырезали злокачественную опухоль ну по итальянски и далее ему этот документ я говорю ну где написано что и а это биопсию что они сделали биопсию это результат биопсии я не знаю доктор мне сказал что у тебя а там написано что произведена отрезали некоторые группы тканей вот и все было биопсия не было биопсия и все у меня мама как было 20 лет назад делала операцию частично молочной железы но нам как сказать опухоль была шишка да было она оказалась полностью вот это мраковые клетки там нашли то есть она частично делала сейчас она в декабре прошлого года она делала уже вторую операцию то есть полностью удалял знаю очень трудно убедить уже людей старшего возраста да потому что в общем-то предлагался там профессор который дал хотел возможность ее пролечить без химии вообще то есть уже прошлый век и нельзя уже ни в какую то есть мало того что налегла в трубую больницу и все равно хочет принимать это химию пока еще до этого не дошло вот отсюда я и пыталась это самое тоже предложить но пока безрезультатно что я могу сказать и собственного опыта то что ты сейчас мне рассказываешь могу на ты давайте на я называю людей которые мне не нравятся а всех на ты дело в том что из личного собственного опыта у меня в семье был такой человек я не хочу говорить есть такая еще болезнь называется а вы знаете показывали еще в России есть такой дурак который свои яички прибывает прибывает на площади в Москве пребывает этими гвоздями есть такие которые делают что-нибудь себе больно и в таком возрасте ну вот в пожилом возрасте очень много людей те которые прошли недостатки в своей жизни тяжелые лишения и когда жизнь у них улучшается они по инерции наносят вред сами себя и подсознательно они понимают что это больно не надо но они продолжают этим вызывая жалость то что ты мне сейчас говоришь у меня такое уже было я это знаю как с этим бороться потому что я понимаю что это твоя мама но я даже не знаю что тебе сказать я не хочу быть тем как бы тебе сказать ну это неправильно нету такого знаешь наверное уже ко всему готовы то есть мужа пережили моральные стрессы все такое то есть у нас сейчас такого забивания головы голова нету то есть последняя статья она боялась больше опираться чем все остальное вот ну и вообще я честно говоря рассчитывала немножко сегодня про соду про это потому что в каких поликлиниках там есть стационар и насколько я знаю там делают капельницы причем кто прописан городе лищу я думаю что даже не для прописанных ну да и по-моему есть возможность сделать эти капельницы но на счет дабы к сожалению нет боюсь что сода вы не делают то есть делает другие какие-то там если в обычной поликлинике обычный стационар я честно говоря не знаю хотела бы тоже поинтересоваться обязательно допустим да какое-то делают для кожных там для кожников обязательно поинтересуйся что за препарат вводят потому что это может быть обыкновенный тип о которых я рассказывала часть я записал например реабирин гемодез сульфат натрия риосорбилакт ну это я то что успела выписать вот такая барахта у вас с техническими это еще не все то есть интересно потому что насколько я знаю вот и мои знакомые кто чем болеет да у меня тоже вот при приезде сюда в Питер ну правда хроническое заболевание наверное лет пять кашель то есть его не обложили ну то есть это как бы бронхит и какая-то внутренняя аллергическая реакция то есть ну а ванны я вроде пробовала тоже эти содовые может быть не такой концентрации как ты говоришь килограмм ну обычно упаковка там 500 грамм 500 грамм не бойся не бойся насчет кашля насчет кашля сделай ингаляцию а вот ингаляцию сделай на основе перекиси водорода пожалуйста найди перекись для внутреннего применения то что для тебя лично и что я тебе еще хотела сказать по по кашлю когда ты сделаешь ингаляцию он начнет ну пропадать дело в том что тебе надо очистить легкие почему возникает кашель альвеолы они засорены три органа в нашем организме которые самые продуцируют перекись водорода вот это легкие кишечник и как это бабочка у нас здесь называется господи по итальянски знаю вылетела из головы вот на шее здесь как называется этот орган щитовидка щитовидка спасибо я себе запишу что потом это щитовидка три органы которые производят перекись H2O2 и ты говоришь что у тебя кашель но если ты конечно не куришь вот это нехватка это это никогда не курила а никогда не курила молодец это вот именно твои легкие не производят нормальной перекись водорода помоги им сделай ингаляцию хорошо ну честно говоря я не очень понимаю как спереки делать ингаляцию то есть ее что вливать надо не ну это не разбавлять ее или как еще раз повторяю у меня здесь ингалятор да вот это мой ингалятор он ну так средней средней стоимости дешевая я не купила дорогого дорогущего я не купила ну вот здесь здесь градуация налей себе немножечко водички и налей перекоси почему когда ты его включаешь и пристановишь начинаешь дышать если у тебя глазки вылазят наружу и ты задыхаешься значит много чуть-чуть долей водички оно должно щипать поначалу она правда будет сильно щипать потерпите уже не будет нету никакого ни остановки дыхания не пройдет ничего первый раз первый эффект это будет да потому что у тебя что начнется как действует перекись она входит в разрушенные клетки она их вымывает эти разрушенные клетки и насыщает здоровые клетки возле мертвых насыщает кислородом вот и получается такой эффект как будто бы маленького душа но это поначалу высморкайся так прохаркайся и все пройдет и продолжай вот и все Светлана когда я вот искала для информацию там по как делать содовый да через содовый раствор я нашла такую информацию что дело в том что даже если 10 капельниц сделать это очень такая нагрузка на почки большая и там помимо самого содового раствора еще ну еще какой-то препарат к сожалению не сохранил эту информацию ну для почки я так понимаю то есть нельзя добавлять ну чисто я могу тебе ответить я не знаю какой препарат но я тебе сразу же могу сразу же вот смаху сказать что возможно я точно помню как процентный который раствор так вот если там есть другой какой-то препарат к соде будет давать как возможно эффект на почки потому что сода мне конечно я уже говорила об этом но мне уже сказали что сода не может быть как я знаю то что я учила это с моей академических знаний что сода имеет состав нашей лимфы вот она раствор 5-процентный раствор соды капельный 5-процентного раствора соды не может дать проблем на почке почему дает придон здесь надо конечно выяснить когда почки засорены особенно они засорены все проходы патогенной средой если там оказались камни эта патогенная среда начинает сдыхать и своим отравляющим действием она разрушает клетки нашего организма надо вычистить в начале это в начале да надо вычистить вычистить это значит и кстати говорят что надо пить много воды чтобы промывать все наши ну промывать организм здесь тоже надо подходить сумму ну если почка я так понимаю камень или там песок то нельзя его да употреблять там какие-то противопоказания не нет не то что противопоказания например когда ты принимаешь внутривенно пятипроцентный раствор соды не надо набрасываться пить много воды вот например это раз и делать все потихоньку дело в том что камень какой бы то он ни был песочек он конечно выйдет сам может быть ну выйдет сам даже не почувствуешь а вот камень он начинает сам дробиться и кстати в интернете я почитала и я уверена мне нравится надо конечно еще поискать так как для меня эта проблема не стоит для моих близких и никто не обращался в российском сегменте я нашла много много кулибиных и я могу подтвердить что это действует потому что я говорю еще раз у меня есть фундаментальная наука за моей спиной ультразвуком этот ну превращает камень в песочек который потом выводится вот здесь надо может быть пройти УЗИ посмотрите видите анализы проходить надо они засвидетельствуют то что у тебя есть лечение уже выбираешь сам на основе твоего самочувствия на основе исследований анализов и когда посмотреть как они расположены эти камешки они могут вообще закупорить все протоки и где в каких протоках находится это конечно все индивидуально но стопроцентно раствор пятипроцентной соды внутрь внутривенно не дает отрицательного эффекта поменьше чтобы быстрее вылечиться надо все вместе это делать но не налегать например на воду это точно если внутривенно делаешь меньше воды и все и все вот такие токсикозы начинаются только из-за того что начинается повальная гибель микрофлоры это надо запомнить и значит в этом случае что делается продолжать потерпеть потому что организм загажен потерпеть задает Ирина Иванова несколько дней назад разговаривала с профессором меднаук медицинских наук так вот он что сказал они что они ни перекись ни соду категорически нельзя вводить внутривенно прокомментируйте ситуацию я прокомментировала ситуацию на 30 минут я ему так рассказала я себе сделала я же вот я рассказала просмотрите и вы узнаете что такое big pharma профессор наук который адепт big pharma который получает огромные деньги как вы думаете перекись водорода сколько стоит 3 копейки я не знаю я просто так сода сколько стоит 2 копейки с половиной кстати у нас сода когда еще 4 года назад ну когда я потихоньку начала прощупывать этот это поле искала в магазине килограмм стоил 34 цента ну от евро сейчас у нас тоже сода стоит почти евро как так потому что все накинулись вот потом я скажу про как стирать вещи кстати и потом гигиену вокруг и вы что думаете что этот профессор я вам зачитала вы наверное не слушали меня когда я читала вам что упаковка внутривенного вещества которые проводят против рака 6 ампул стоит 1400 евро сколько надо таких ампул на период лечения и потом что потом кончается все что делают химию и химию и другую радиотерапию так вы что думаете он внутрь противопоказано а зайдите тогда в больницы где скорая помощь что они вводят внутривенно вводят и одно и другое действительно когда начинают вот это говорить вы меня не слушали это будет в записи прослушайте пожалуйста внимательно я показала цифры я показала даты это все можно если вы хотите все это перепроверить если это правда и когда начинают профессора меднаук также и провайдер здесь был провизор то что говорил что скоро российский народ помрет потому что не будут этих как препаратов для диабета ха 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 Светлана тут Ильдар подал пишет Светлана вы соды покупаете там же где перекись я имею в виду английский интернет магазин Bobby S Headley Shop да там же да и то и другое и не только так и йодовую настойку там купила потом купила еще один вопрос зубы от соды и перекиси растут новые? не знаю не знаю мы уже говорили насчет этого так как у меня выдрали три зуба вот и я хочу потом когда закончу как сказать ну рассказывать людям ну передавать людям мои знания когда только закончу потому что это очень такое дело серьезное я начну выращивать зубы на себе потому что в интернете я видела много роликов что это возможно я верю я верю попробую тогда следующий вопрос Ирина Коломеец Светлана здравия вы обещали рецепт домашнего хлеба спасибо ложка меда маленькая ложка оливкового масла холодного отжатия только если вы уверены что она сделана ну что она не с магазина точно не с магазина я знаю точно я хожу к тому кто делает это растительное масло оливкое масло водичка чуть-чуть муки замешать и поставить на недельку а давайте я вам выпишу и покажу вам даже а пока я вам зачитаю следующий вопрос тоже коротенький спасибо за интересную Виктория Гагарина спасибо за интересную лекцию Светлана у меня вам вопрос вирус Эпштейна Бара есть ли у вас какие-либо решения по лечению заранее спасибо Энштейна Бара вирус Энштейна Бара Эпштейна 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 Да 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 Я сейчас вам скопирую Я отправлю в личку вопрос Да нет, я запишу Ничего страшного Я не составлю Уже отправляю вам Хорошо По всем вирусам Я бы хотела пройтись И у вас пропадут все сомнения Вы будете знать Что это такое И как с ним бороться Все очень просто Да, вот хлеба запишите Рецепт хлебушка Хорошо, я напишу Я не знаю Как надо договориться с администраторами Этого сайта С Славой Еще раз поблагодарим Славу И пожалуйста Будьте так любезны все Ну сбросьте Славе 50 рублей Пожалуйста Я вас очень прошу Он живет за счет наших подаяний Это моя личная просьба Да В качестве вам благодарность Да, вот Вот, вот, вот Пожалуйста И насчет Вот Сказала Я так что-то призадумалась И мы с Славой договорились Что на ВКонтакте На его странице ВКонтакте Я к нему подсяду Скажем так И буду Давать ответы на вопросы И Значит Свои методы лечения Что-то интересное То, что у меня есть И я бы хотела бы подобрать Те видеоролики Которые есть в интернете В российском сегменте Очень умные Потому что я их Понимаю Я пропустила через себя Я знаю, что это действует И чтобы не ошибиться И я буду сбрасывать Там видеоролик Зачем мне делать Этот видеоролик Когда уже кто-то сделал И пусть человек Продвигается Для меня Неинтересно Ни деньги Ни слава Для меня это грустно Слава Богу Хотя в Бога я не верю Я атеист Я экономически независима Вот Благодаря моему мужу Я сейчас домохозяйка Не работаю Могу позволить себе Ребенок большой Уже живет своей жизнью Так что я могу заниматься Тем, что мне нравится Действительно Можно я тут Эльдар подал Вот пишет Благодарю И спрашивает Что еще можно заказывать В этом интернет-магазине Я вам так скажу Вот Светлана Дала электронную почту Чтобы не отвлекать Потому что ребята Задают вопросы На такие мелочные И уж извини пожалуйста Задай там В электронку Или вот на странице Вконтакте Где Светлана Администратор Без обед Просто чтобы Ответили А вот что пишет Филипп Тарсилак Елена Иванови Он отвечает У меня жена врач Она говорит Что назначает Чисто соду 4% 4% И вот еще что Татьяна пишет У нас не делают Оливковое масло Только в магазине Чем его можно заменить Оливковое масло Хорошо Я вам отвечу Быстро на этот вопрос Этот рецепт Я его нашла В интернете Там есть много Других рецептов Тоже очень интересных Но мне это понравилось Потому что у меня есть Натуральный мед Который производят Вот здесь Полкилометра Здесь у меня есть Семья Которая занимается Агритуризмом И мед Ой, пардон И оливковое масло Километр от меня пройти Потому что я живу в Альпах В такой зоне Где Ну ничего не делаю Только Ну занимается Сельским хозяйством Вот И в интернете Я нашла много рецептов Тоже заслуживающих внимания Я только могу Дать вам Некоторые такие Направления Делать дрожжи Самим Что такое дрожжи Мне конечно Надо бы рассказать Не покупать Ни в коем случае Производственные дрожжи Потому что Это термофильные дрожжи Это искусственно Синтезированные дрожжи Эти дрожжи Это наш грибок Который у нас сидит Когда я буду говорить О грибках Я обязательно Это освещу И там В одном ролике Я увидела Очень хороший рецепт Своих Собственной Закваски Лучше закваски Говорить А не дрожжи Ну а там Вот этот Товарищ Плохое слово Этот Человек Говорит Что я Ну так люблю Свои дрожжи И я дышу на них Ни в коем случае Не дышать Потому что Через дыхание Вы передаете Вирусы И передаете Плесень Вот Грибковую плесень Кстати Рак Он передается Воздушно-капельным путем Я настаиваю вам всем Чтобы вы это слышали Передается Воздушно-капельным путем Рак Любой рак Да Любой рак И когда у вас Это же гриб Это же грибок Я расскажу Когда буду рассказывать Вы поймете Я понимаю Что для вас Это странно звучит И Но так Потому что Я же училась И вы Но не в теме Когда я вам расскажу Вы поймете И вам станет так ясно Единственное Сейчас я только могу сказать Имейте ввиду Передается Воздушно-капельным путем А грибок Передается Так же И воздушно-капельным путем Свежий воздух Ну и тогда бы уже Заразились бы все А мы все заражены Секундочку Отвечу Благодаря иммунитету Благодаря сильному иммунитету Это не проявляется Как только ослабнет иммунитет Оно вылезет сразу же А вот Уже Перерождение Мало кого есть Но здоровых людей Это вообще практически трудно Абсолютно Извини Я прослушала тебя Можешь повторить Пожалуйста Абсолютно здоровых людей Сейчас уже нет У всех иммунитет ослаблен Мы будем его повышать А мы будем его повышать Если у вас, конечно, родные Болеют раком Во-первых, надо себя защитить Как защитить? Повысить свой иммунитет Ну и, конечно, лечить уже Больного человека А пока не выявился рак Потому что рак Раковые клетки Мы их замечаем Когда они уже переродились Когда они сделали Боцело Я вам расскажу, что это такое И как это происходит И вы все поймете У меня все И я не буду обращаться К альтернативной науке Нет Я буду только на академическую науку И это все в академической науке Нет Но, пардон Есть Но она закрыта для всех Задайтесь вопросом Почему все Там Такие Все такие Знаменитости Там все такие Как бы сказать Как они называются Правители Никто не болеет раком Когда у Горбачева Будто бы Жена умерла От лейкомии Нет От раковой опухоли Она умерла Она умерла Потому что Она принимала Вытяжку Из Кто-то говорит Из плаценты Абортировавших детей Я хочу Тогда Разрешите мне Рассказать Одну Историю Пусть она будет Историю Которые Еще 10 лет назад Я здесь слышала По телевизору Есть у нас Ну, в скайпе Такое Ну, типа Спутниковое телевидение Американский канал Нейшнал джеографик И Иногда Там Выпадали Такие Документальные фильмы Которые тебя Оставляли Без слов Я думаю Тот, кто Его разрешил Выпустить Наверное Бабах Рассказывалось Про Донбасс Это Американский Документальный фильм Где Одна Врач Гинеколог Акушер Извините Акушер-гинеколог Рассказывала Она была Уволена Это Я вам говорю О документальном фильме Который вышел 10 лет назад Значит Он был снят Еще раньше И Это Ну Женщина Девушка Она Уволена Была Еще раньше И Она Показывала Ходила И показывала Возле Больницы Где Было Много Трупного Материала Просто Так Валялось Значит Что Случалось У Молодых Пар У Мужа И жены Обязательно Чтобы они Были Женаты И Когда У них Рождался Ребенок И Обязательно Чтобы они Были Светловолосыми С голубыми Глазами Почему так Я не знаю И когда У них Рождалась Девочка Они Видели Что Девочка Жива Мама Видела Что Девочка Жива И У нее Когда Забирали Девочку Отнимали И Потом Сразу На следующий День Говорили Что Девочка Умерла По Какой-то Патологии Страшной Лучше Ее Не Видеть Что Случалось Этого Ребенка Живым Отправляли К Высокопоставленному Лицу Это Понимаете Я не знаю Как Подарок И У нее Сживой Выбирали Из почек Столовые клетки Которые Сразу Впускали В кровь К Высокопоставленному Лицу Вот Что Я Слышала Это Десять Лет Назад И Вот То Что Я Услышала Это Как Как Было Удавили Меня По Лицу Просыпайся Света И Вперед И Светлана Вот Тут Вопрос Так Свежий Воздух Смотри Светлана Я не знаю Насчет Страницы Вконтакте Но Она Имеет Группу Вячеслава Вконтакте Группу Она Там Администрирует Как Называется Светлана Вячеслав Котляров Вконтакте Группа Как Называется Группа Еще Никак Не Называется Потому Что Мы С Вячеславом Это Обсудили Четыре Дня Назад И Я Занималась Подготовкой Доклада У меня Не было Возможности Еще Показать Я Понял Это Вопрос Времени Пишет Ирина Иванова Светлана Возможно Ли Вылечить Женский Алкоголизм Соды Или Перекись Стаж Примерно 8-10 Лет Сейчас Ей 41 Секундочку Добавлю Еще И Сильные Боли В костях Ноги Таз Онкологии Нет Дама 76 Лечится Что Это Или Она Может Кому Ответь Ну Вот Как Первый Вопрос По Поводу Алкоголизма Вы знаете То что я вам скажу Это Крамольно Пить Пить раствор Соды Во-первых Те кто хочет Бросить курить Попейте Соду У вас Начнется Рвотный Рефлекс Вот И не то что Рвотный Рефлекс А вот Отвращение И непонимание Как я То что курил Алкоголизм Элементарно Лечится Той же Содой Потому что Восстанавливается Щелочной Баланс В организме И Прочищаются Сосуды Кровь Поступает К Мозгу Очищается Мозг И начинается Вот Ну Как Видение Другими глазами Легко лечится Попробуйте Только Сода Для приема Внутри Не та Сода Которая Продается В магазине Светлана У нас Честно говоря Мы же В основном Пищевой содой Пользуемся Никто Даже Не додумался Что Какая То Еще Другая А Та Что Пищевая Вообще Вот Сколько Я Смотрела В интернете Вообще Не рекомендуется Даже Потреблять Внутри Я На этом Настаиваю Вот Мы Об этом И Говорили Я На этом Настаиваю Сода Пищевая Только Для Ванн Только Для Поверхностных Ран Для Полоскания Рта Очень Хорошо Идет Для Полоскания Для Лечения Поверхностных Ран У всех Животных Отлично Для приема Внутри Есть специальная Сода Вот Очищенная Сода Она Продается Еще раз Утверждаю И здесь Филипп Написал Что он знает Где достать Эту соду Она Продается Очищенная Для Медицинского Как медицинский Препарат Пятипроцентный Вот Она Идет Внутрь В магазине Да Я видела Что продается Спокойно В общем-то У нас Не проблема Ее купить Но дело в том Что о ней Никто не знает И в самом деле Я когда Отзванивалась По Ну где делают Там хотя бы В платных клиниках Ее не делают Нигде Капельницы Нигде не ставят Никто уж Не берет Ответственность Да Но Вот В медпунктах В травмпунктах Ну при больницах Почему В медпунктах В скорой помощи Почему-то делают Спросите У работников Скорой помощи Это первое Что делает Делают капельницу Это скорая помощь Она как бы спасает людей А таких Как это Самые Которые За обследование Дерут столько денег Что там вообще А зачем А зачем Здоровый Здоровый Клиент Я не говорю Про пациентов Я про клиентов Это клиенты Это Это Бигфарма Это бизнес Зачем Вот Я Здорово Я не хожу А я Представьте себе У нас тут Очень поширенно Вырезать матки Роды Кесаревом Делают А зачем это Это же ты На всю жизнь Инвалид Те мои знакомые У которых В таком возрасте У нас почти Ни у кого Нет матки Они Постоянно Описываются Они постоянно Должны принимать Какие-то таблетки Так это Не одну таблетку Горы И Сколько Стоит Зарплата Их Идет на таблетки Она больна Муж больной Ребенок больной Только на таблетки Идет Вы видите Я уже сказала Сколько Сколько Посещение Гинеколога Стоит Сто пятьдесят А есть Которые Берут дороже А к тому Которому А да Можно через Государственные Больницы Если У тебя Зарплата И Ну ты Там Что-то Это у тебя Есть Ну короче Ты не бедный Человек Ты должен Предоставить Декларацию Что ты Бедный Человек И когда ты Бедный Ты записываешься В государственную Больницу Тебе назначают Время Через три Месяца Через четыре Например Чтобы сделать УЗИ Легких Надо полтора года Так ты Три раза Сдохнуть Можешь За эти полтора года А если хочешь Побыстрее Тебе через Два дня Три дня И даже на твое Усмотрение Ты выбираешь Время Платишь Пожалуйста Чтобы сделать Как она называется По-русски Не электромагнитную Так называется Дело не в этом Компьютерную топографию Не делают Содовые капельницы Нигде не ставят Это ни платных Ни бесплатных Это только Вот как ты говоришь В реанимациях И то мы только От тебя узнали Нужно не врачи Все-таки Вот хотела Компьютерная Топография Томография Придум По-русски Так звучит Например У нас В Италии Стоит 800 евро Представьте себе А у нас Средняя зарплата 800 евро А у нас Налоги 76% Знаете У нас знакомая В Милане Это живет Она Бывший спортсмен Международная Класса Она как бы Едет в Москву Специально Видимо Еще осталась Возможность И лечится Проходит Всякие Санатории Если нет возможности Там Так Приезжайте К нам Микрофон Ноутбуки Я выключаю Микрофон Да Я редко пользуюсь Ребята Извините Вот Александра Пишет Боже Я расплачусь Я никогда не плачу Но сейчас расплачусь Знакомая Молодой женщине Вырезали матку Сказав Что у нее Нулевая Нулевая Стадия рака И лучше себя Обезопасить Сделав Операцию Я ничего не скажу Ребята Я ничего не скажу Вот Вот Пожалуйста Перечитайте Подумайте Подумайте Вот после этого Я действительно Я попрошу Я буду настаивать Вячеславу Вплоть до того Что я заплачу денег Чтобы купить Эфирное время Я должна Я обязана Рассказать Что такое Рак Молодой Женщины У нее Нулевая стадия Рака Это что такое Что это такое Нулевая стадия Порта Мизерри Извините Я начинаю По-итальянски Материться Слов нет Ребята Пожалуйста Распространяйте Эти знания Если так Я начну Тогда В субботу Я начну Про рак Рассказывать А потом Уже Про ВИЧ Потому что Это не так Актуально Ладно Или грудь Вырезать Значит так Еще про рак Слушайте Вот Поэтому Всегда рады Приходите И Вещайте Ваши Заметры Да Слав Ну я же тебя Знаю уже Я знаю Как ты Отношешься Я говорю Вообще Потому что Знаешь После этого Без слов Остаешься Ты видишь Молодой девушке Это значит Что она Белорозовая 100% У нее Нулевая стадия Рака Что это такое Я в двух словах Скажу Я в принципе Над многими Вещами Иногда Задумаюсь Но как-то Вчера Вот Чем мне Нравятся Ролики Шляхова Слушайте Он меня Иногда Вдохновляет На некоторые Открытия И размышления И вот Я уже не знаю Кому это точно Предотвежит До когда Он ляпнул Эту фразу В ролике Что слишком Много органов Забирается На пересадку И это что-то Не то Я так подумал А действительно Их просто Наверное Сжирают На самом деле Вот эти матки Почки И так далее И Это ужас Получается На самом деле Потому что Я всегда кричал Что у нас съедают Я даже Сам Это тотального Ужаса Поедания Даже Представить Не мог Передаю Слово Слав Я не знаю Если ты слышал Что я рассказала Про этот документальный Фильм В Донбассе Который Был Снят Синэн Американской Как Детей Белорозовых Блондинов Девочек С голубимых Глазами Только родившихся Отправляют В живом виде К потребителю Высокопоставленному И сразу же Из почечек У девочек Маленьких Тех Что только что родились Вытягивают Столовые клетки И приливают В кровь Этим старейшим Скотам Мне очень тяжело Это слушать Сам я про это Говорить могу Но когда я это слышу Я не выдержу А это я видела И эта женщина Вот эта Врач-гинеколог Она рассказывала Ее так мелко трясло И это же Представьте себе Она Это взяла себе в руки Перед камерой 20 раз повторила Она знала О чем она говорит И когда она это сказала Она говорит Я надеюсь Что в России Это не покажут Ну потому что Понятно Ее убьют Вот Ну а если Меня не убьют В том случае Если это будут знать все Что случилось Я не знаю Больше этого Я документального фильма Не видела Я искала в интернете Я не нашла Может быть Я еще поищу Это мы говорим Про Донбасс Документальный фильм Десятилетней давности А это значит Было Каких-то 15 лет назад Это Какой масштаб У детей Только у родителей Родителей любящих Которые женаты Которые Зачали Девочку В любви И родилась Девочка С голубыми глазками Беленькая Светленькая Ее На столовые клетки Простите И вот видите Нулевая стадия рака Меня слышно? Да Слышно Потому что никто Нулевая стадия У девушки Лучше отрезать А потом мы будем слушать Провайдера Провизора Провизора Как он правильно называется Который нам говорит Что не будет лекарств Надо лекарства принимать Боже мой Я даже не хочу Рассказывать И потом видите Должны благодарить Этого Провизора Вот Ой Я в эмоции Я немножко отступление Просто Владимиру Не удалось задать вопрос Он с нами находится Вов Какой ты хотел задать вопрос У тебя не получилось По поводу дозировки Плохо слышно Я говорю Немного ли я перекиси употребляю Вот я уже вам рассказывал Сколько Попробно Можно? Нет Знаешь Не-не Не переживай Много Не бывает Потому что Это наш продукт Мы ее вырабатываем Эту перекись Понимаешь Например Мы тоже Мы же состоим Почти до 80% Из воды Вот Ну так Пьем воду Ну что Купаемся в воде Нет-нет-нет Я думаю Что так Не надо больше Понимаешь Трехпроцентный Ну ты понятно Ты же Ну в капли разводишь Ничего страшного Это наш продукт Три органа Которые вырабатывают Наш продукт И каждая клетка Вырабатывает кислород А соединяясь с водой И она получается Перекись водорода И наши Почему легкие Работают Вот Потому что Благодаря Выработке Перекиси водорода Ну предела То есть нету Да я так понимаю Да нет Полстакана Ливани Трехпроцентной Перекиси На полстакана На такое же Количество воды Правильно Ну или больше воды Нет Здесь мы уже Немножко перебор Так такого быть не может Все таки капли Капли На стакан воды Ты сколько сказал 70 Ну да Пока 70 Каждый день По капле добавляю Вот А Каждый день По капле Ты добавляешь А вот так А я не понимаю И перед едой Перед едой Употребляю Там за час За полчаса До еды Отлично Как вы говорите Вот на голодный желудок Отлично Ну ты Что ты хочешь сказать Ты хочешь до какого Результата дойти До скольких капель Так вот Уточняю Вообще мне говорил Товарищ там Что говорит Пофиг Можешь Сколько хочешь Типа пить А вот Смотрел там Тоже деда Одного Забыл Как его название Фамилия Вот он тоже Вроде не уточнял До скольки Там Ну вот Именно Предел Вот я не боюсь Чтоб не было Много Там Знаете Вот Понимаете О чем Да Я даже Сказать правду Никогда Не задумывалась Насчет этого Я не хочу Экспериментировать Потому что Ну я Все более Здоровье Здоровье У меня болезни Отступают Все лучше Я себя чувствую Ну И я вот так Беру пипетку У меня есть Такая специальная Пипетка Для перекиси И все выливаю Один раз Начала считать Там около Пятидесяти капель И я так Одной пипеткой Даже никогда Мне в голову Не приходило Эксперимировать Не могу сказать Не знаю То есть вы пьете Вот там Определенное количество Постоянно Да? Постоянно Я понял И один раз в день Потому что Мне больше Не надо Я чувствую себя Хорошо Здоровье София моя Не Ну я так Тоже В принципе Не жалуюсь Там На какие-то болезни Просто вот Говорят Что От паразитов Помогает Чиститься Подождите Минуточку Подождите Я Софию Выпущу Она у меня в туалет Да Давайте София Меня вообще нормально Слышно? Да Нормально София Она Вот Ну давайте Вопросы Еще Светлана А вот смотри Ты говоришь Сама Что Наш организм Выдает нам Перкисть Да Да 80% А мы Получается Искусственным Этим раствором Себя Впихиваем Да То есть Мы Своему организму Не даем Вырабатывать Свой Органический Да Перекись Живой Свой Я поняла Дело в том Что Видишь Мы Ты говоришь Мой Родной Ну типа Органический Нету такого Потому что Перекись водорода Это и есть Органика Вот И Это все равно Чтобы Я не знаю Ну взять чуть-чуть Крови сюда Налить То же самое Это Нет Это та же вода Это активная вода Вода с активным атомом Еще с одним активным атомом кислорода Вот и все Это Наши Также вот Когда Скушаешь фрукт Ты знаешь что Ты возьмешь Все необходимое Для твоего организма Это же не за того Что тебе надо есть Например этот фрукт Потому что Потому что у тебя Там что-то не хватает Или Ты все равно Вырабатываешь Тоже с железа Там например Там другие Какие-нибудь Элементы А ты кушаешь этот Фрукт И у него У тебя больше Получается Нет При болезни Ты помогаешь А так Ты поддерживаешь Вот и все Вопросы Вопросы там Кто будет читать А читайте вопросы Пожалуйста Вот Ирина Иванова Спрашивает Светлана Возможно ли вылечить Сильные боли В костях Ног и таза Сильные Частые головные боли Онкологии нет Там На 76 лет Это Это Грибок Это Грибок Все Пожилые люди Тоже слово Такое Пожилой Человек Мне вот 100 лет Я молодая Красивая Они Когда вы Подходите К пожилому Человеку Вы слышите Такой неприятный От него Запах И вот Говорится Вот уже Ну Воняет могилой Пора в могилу А это Грибок Полностью Взял Его Тело Этот грибок Доест Это тело И потом Переселяется На другое Более молодое Тело Начинается С детей Которым Поменьше лет Или сразу же Со внуков Вот почему Говорят Что рак Передается По наследству Нет Рак не передается По наследству А воздушно-капельным Путем И когда У мамы Папы Дедушки Бабушки Есть рак Это стопроцентно Что у всех Есть рак И если я вам Потом буду Когда буду Рассказывать Про рак И расскажу Про эту плесень Что это за организм Насколько он Умён Этот организм И Маленькие клеточки Соединяясь Между собой Они Собой Делают Как бы Единственный Единственный Организм С единственным умом И Кстати Как это Работает Как это Маленькие клеточки Объединяясь И становятся Одним Единым Целым Я нашла У Левашова Когда Я читала Его книгу Вторая книга Как это О господи Что это у меня Склероз Про мерности Когда он описывал Вот материя Вселенная Какая Вселенная Вот Вселенная Забыла слово Другое Ну ладно И я понимаю Как оно Организовывается Эти клеточки В единое И Они Умные Они Рассуждают Они знают Как себя вести И когда Ты недолечишь Рак Они Рагруппируются И Нападают Пока тебя Не съедят Вот как будто Вы знаете Как Разозляться Чтоб тебя Сожрать И Переходят На другой Организм И кстати Переход Рак Я уже Один раз Озвучила А хочу Озвучить Это Из официальных Источников Академической Науки Когда Делали Автопсию У всех Умерших Во время Автодорожных Происшествий Как Тот Кто сделал Происшествие Так и Жертва Значит У них Была повышенная Концентрация Кандиды В организме Они все Были Больны Плесенью Имели Плесень Внутри Почему Так Я Нашла Потом Логическое Объяснение Мне Оно Действительно Логически Смотрится Я могу Потом вам Рассказать Действительно Я хочу Это Рассказать Но потом Давайте Что-нибудь Такое Потому Что Этот Разговор Еще Дольше Чем Про Биг Парму Но Более Интересен Но Я Из-за Этого Настаиваю Если У вас Какие Есть Сомнения Что Один Доктор Сказал Один Еще Лучше Профессор Один Еще Про Визор Сказал Пришел Сюда И Сказал Что Я Знаю Нет Они Знав Твой Карман Вот Чира Спрашивает Какая Дозировка Соды Для Хотящего Бросить Курить Еще Раз Какая Дозировка Соды Для Хотящего Бросить Курить Вы Кнабин Для Любого Человека Который Хочет Оздоровиться Это Чайная Ложка На Стакан Воды На Голодный Желудок С утра Один Раз Не Надо Даже Больше Она Теплая Горячая Или Какая Так Давайте Я Вам Расскажу Процедуру Делания Утром Как только Вы Проснулись Поднялись С кроватки Никуда Прямым Ходом На Кухню Поставили Чайник Налили Чуть Чуть Водички Вообще Чуть Чуть Пока Закипает Чайник Вы Насыпаете В стакан Обыкновенный Стакан 250 Милли Литров Чайную Ложку Соды Для Внутреннего Применения Не Та Что Продается В магазинах Насыпали До Половины Стакана Залили Крутым Кипятком Вы Видите Как Начинает Вулканизировать Вулканизировать Размешали Чтобы Не Было Суспенции Порошковой Суспенции Далили Холодной Водой Размешали Чтобы Она Была Тепленькая Приятно Тепленькая Чуть Может Быть Горяченькая Где-то Около 38 градусов И Залпом Выпили Вода В этом Случае Должна Быть Вода Купленная В аптеке Которая Называется Стерильная Вода Или Как Она Называется Правильно Потому Что У нас Стерильная Вода Называется Я Не Подготовилась Поэтому И не Посмотрела Как В российском Сегменте Называется Стерильная Вода Или Как Вот Есть Вода Вот В аптеке Продается Только Такой Водой Дело В том Что Неизвестно Какая Вода У вас Течет В трубах И Какие Добавляют Вещества Потому Что Добавляют Хлорку Добавляют Это Понятно Потом И Фосфорные Соединения Добавляют И Вот Такая Получится Химическая Реакция Я Не Знаю Как Она Что Может Случиться Только Стерильная Вода Выпили Залпом Почему Залпом Когда Вы Начинаете Пить По Чуть Вот У Кого Проблемы Желудка Можно Пить По Чуть Чтобы Эта Вода Потихонечку Обволакивала Весь Желудочек А если Вам Надо Для Бросить Курение Повышение Иммунитета Для Повышение Иммунитета Вам Надо Чтобы В желудочке Открылся Сфинктер И Водичка Прошла Вниз Потому Что Весь Иммунитет У нас Находится В кишечнике Нам Надо Накормить Мыть Наших Бактерий Друзей И Убить Всю Патогенную Микрофлору Потому Что Друзья Они Нам Скажут Спасибо А Патогенная Микрофлора Она Имеет Пиаш Низкий Пиаш То Есть Кислый А Наши Друзья У них Пиаш Щелочной И Нормально Работающий Кишечник Должен иметь Пиаш Около Восьми Вот тут Ланка Ланка Пишет Очень прошу Дайте ссылку На группу Вконтакте Которую Модерирует Светлана Вот я не знаю Модератором Или Вячеславом Вы Может В описании Напишите В своей группе Обязательно Обязательно Значит Заввращнего дня Сегодня Нет Ну и заввращнего дня Нет У меня родственники И моего мужа приходит Мне надо Ужин готовить Я с понедельника И займусь И открою страничку Слава уже открыл Мне надо туда зайти И начинать работать Вот Закидать И У Славы Вконтакте Вячеслав Котляров Вконтакте И там будет Уже есть Слава говорит Страничка Я еще Толком не посмотрела Потому что Я должна научиться Будет А можно вопрос А вот Не знаю Ответить или нет А вот Я слышу Что Определенное Кровоспускание Может дать Быстрое обновление Крови Как вы на это смотрите Да 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 Как всегда Есть конечно Противопоказания Небольшие Это Когда молодой человек Вот И делать кровоспускание Действительно Начинается Усиленная Продуцирование Восстановление Клеток Кровяных Телец Да Но Например Когда у вас Рак Лучше вообще Не трогать Почему Вот Кстати Хорошо Вот Мне тоже Ну я это Потом Конечно Все расскажу Нельзя Рак Трогать Когда Проходят Операции Будто Вырезают Раковую Клетку Я уже Сказала Что это Умный Организм Разумный Организм Даже не умный А разумный Организм Вот Он поражает Там Другие Клетки Когда Трогаешь Кровь Он Перебрасывается Он Начинает Завоевывать По току крови Переходит К другим Клеткам И вот Когда Делают Операцию Значит Вынимают И могут Нечаянно Заразить Еще тот Орган Который Не заражен Потоку крови Обычно Проходит Это потоку Крови А вот Когда Молодой Здоровый Человек Иногда Можно Это Делать Это Только Будет Плюс Когда Говорят Что Сдают Кровь Вот Эти Доноры Для Чего Сдают Кровь Это Другой Вопрос Наверное Мы уже Все Кока-кола Такая Вкусненькая Я могу Это Подтвердить Тоже Вот Ну Например Когда Ты Даешь Кровь Своему Ребенку Там Операция Или Своему Родственнику Когда Операция У тебя Сразу Желос Нармит И Лучше Себя Чувствуешь Потому Несет Информацию И Изначально Она Несет Только Здоровую Информацию На Восстановление Твоего Тела Твоего Самого Кровь Это Наша Жизнь Благодарю Питер Перемен Написал Чрезвычайно Умная Женщина Надо Будет Пересмотреть Эфир С ней Я Первый Раз Нахожусь Спасибо Торсилак Написал Пузырьки Сперкиси Водород Содержат Перкиси 30% 10 грамм Е 211 0,05 Грамм Ваты По 100 Миллилитров Допустимое Суточное Потребление Е 211 5 Миллиграмм На Килограмм Веса Тела Вот И Проанализируйте Я Бросил Курить После Пятидневного Принятия Перекиси 30% Где Вы Нашли 30% Чисто Год Я Не И Я Поняла Что Ты Очень Умный Человек Действительно Умный Я Поражаюсь Я Так и Чувствовала Что Ты Умный Спасибо Информацию Действительно Спасибо Информация Как Она Берется Я Еще Сама Ну Так же Я все пропускаю Это через мои знания Той же Академической Это у меня фундаментальная наука Это сейчас уже Есть Университеты Даже Которые Провизоров Готовляют Это Это Ужас Провизор Это что Это рекламщик Который Вам Должен Сучить Сразу Понятно Болезненный Продукт Который Вы будете Болеть И будете Платить И вот Я тут Где-то Что-то Хотела Иногда Продавляешь Звук Не слышно Звук Пропадает Да Но я Наверное Неправильно Себя Вела Немного Где-то Я что-то Хотела Зачитайте Мой Выше Где-то Какой-то Увидела Вопросик Так По рисуночку Посмотрю Нет Не могу Найти Не могу Найти Жалко Жалко Давайте Знаете Когда Вот Уже Я начну Работать С Вячеславом Там У него Вконтакте Вы можете Задавать Вопросы И можно Сделать Еще одну Такую Лекцию Обзорную Чтобы Ответить На все Вопросы И чтобы Все слышали Обсуждать Вот Как я Узнаю Во-первых Я говорю Еще раз У меня Фундаментальная Наука Которая Вот Это мое Образование Ветеринарное Дело в том Что нет Лекарств Для лечения Не было Крайней мере 25 лет назад Для лечения Животных И Такой предмет Как фармацептия У нас была К фармацептия И мы И мы Изучали Растительные Вещества Гомеопатию Для лечения Животных И я Благодарна Ей Потому что Она Мне заставила Думать Вот 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 И все И мне Очень нравится Правда Очень нравится И самое Главное Когда Вопрос Здоровья Это касается Каждого Действительно Каждого Зачем мне Страдать У меня Сейчас Высвободились Деньги Те же Деньги Я их Выбрасывала На ветер Кормить Какую-то Свинью Жирную Вот Сам Жирный Как У меня Кстати Вот так Поболтать Участковый Я вообще К ней Не хожу Я хожу К ней В справку Что мой муж Может Участвовать В каких-то Соревнованиях Потому что У меня Спортсмен Все где-то Бегает И на Велосипеде Вот Только Приходишь К ней Кабинет Она Такая Поросячьего Вида Жирная Без Соплями Все закрыто И когда Я делала Ей замечание Что можно Открыть Она кстати Намного Моложе Меня Вот И Ну Вы все Там Русские Молодо Выглядите Я говорю Ну Может быть Потому что Не курим Да-да Конечно Ну вот Так что Вот Пожалуйста Ну вот В Европе Леший Пишет Лечили людей От любых болезней Кровопускания Чем болезнь Погани Тем больше Пускали кровь Я тоже Исследовала Этот вопрос Как всегда Знаете Говорят Половину Фразы Но не договаривают Другую Половину Фразы Действительно Лечили Лечили Но Делали Как еще Когда Были Будто Быть Ведьмы А им Вообще Пускали Всю Кровь И Таким Образом Они Излечивали Из Организма Вот Это Значит Плохое Женское Начало Которое Есть В женщине И спуская Всю кровь Пока она Не умирала Это излечивание Они считали Это излечивание Вот еще Что Да По идее Вот так Подумать Логически Правильно Обновляются Кровяные Тельца Они Кислород Активный Кислород Они Проносят По всему Организму Каждой Клеточке Конечно Это Восстанавливает Здоровье Ребята Я могу Это Говорить С Теоретической Точки Зрения На себе Я Не Использовала У меня Была Такое Такая Мысль Но Как-то Я Все-таки Перешла Больше На Перекись Вот Еще У меня Такая Мысль Есть Попробовать Пьявками Но пьявки Так Я серьезно Еще не занималась Так Немножечко Мысли Есть Я думаю Что Будет Полезно Пьявками Я пробовала Как-то Заниматься Локально Мне кажется Какое-то Конкретное Месте Болит Может быть Да 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 Вот Локально Организм Очистит Локально Говорят Что Знаете От Целлюлитов Хорошо Помогает Кстати От Целлюлитов Также Помогают Эти Ванны Я На себе Вижу Действительно Кожа Становится Гладенькой Красивой Мой муж Когда приходит Там У С С С С С С Глаза Красные Весь Уставший И Сразу На Часик Ванну И Я Ему Кидаю Два Килограмма Соды Плюс Килограмм Соли Вот Он Себе Включает Музыку И Там Подремывает После Часа Он Выходит Как Знаете Как Этот Иван Дурачок В каких-то Там Котлах Прыгал С Холодной Водой С Горячим Молоком Он Красивый Выходит С Тут Я Не знаю Зачитывали вам вопрос Я тут отходила Пока Вот Чика Спрашивает Какая дозировка Соды Для Хотящего Бросить Курить А я Да Да Отвечали уже Да Я сказала А Все Хорошо А соль Морская Светлана Выкидаете Или Обычная Какая Сода Покупаю Я соль Морскую Да Ну В Магазине Тут тоже Про соль Тоже У меня Есть Что Сказать Дело В том Что Если На ванну Ничего Страшного Соль Действительно Добавляет Тертое Стекло Я Это Сама Делала Опыты Дома Остается Твердое Стекло С килограмма Соли Особенно Не морская Соль А Такая Нормальная Как она Назовала Каменная Соль Вот Остается И Конечно Соль Я употребляю Но я Потребляю Гималайскую Соль Сколько Там Ее Надо Чтобы Подсолить И Уже Солю Если Не надо Только В тарелке А так Когда Готовлю Никогда Соль Не добавляю Потому что Кому-то Нравится Кому-то Не нравится Я Немного Ем Соль Муж Тоже Сын Добавлял Больше И Перетираю Вот Эту Гималайскую Соль На Сухих Пахучих Травах Всяких Разных У меня Здесь Дома Растет Я Ее Употребляю Так что А вот Соль Действительно Кидать При Варках Лучше Не надо Там Есть Тертый Там Есть Как Он Называется Песок Белый Песок И Есть Стекло Напугали Вы Нас Соль Теперь Никто Соль Есть Не Почему Видите Говорят Что Лучше Отказаться От соли Я Считаю Что Лучше Слушать Свой Организм Конечно От Некоторых Продуктов Типа Кока-кола Типа Макдональдс Здесь Даже Говорить Наверное Не Стоит Типа Хлеб Я Про хлеб Много Расскажу Хлеб Который Вы Покупаете Так Легко Сделать Дома Хлеб Он Не Портится У Меня Когда Вот Получаются Такие Периоды Что Я Сделала Хлеб Ну Не Естся Не Знаю Может Я Лапшу Сделала Или Что Нибудь Такое Но Не Естся Хлеб И До Месяца Может Пролежать В Пакете В Обыкновенном Чистом Целлофанном Пакете А Он Не Портится Я Вам Тоже Расскажу Про Этот Хлеб Хлеб Это Как Не Переносчик А Внедритель В наш Организм Рака Покупной Хлеб Магазины Никогда Нельзя Есть Я Потом Расскажу Что Это Такое А Делайте Свой Хлеб Вот И Про Соль И Я Никогда Ну Вообще Не Солю И Вот Сыну Нравится Побольше Соли И Из Этого Потому Что Когда В Интернете Я Видела Разговор О Вреде Соли И Там Один Американский Ученый Кстати Врач Рассказал Что Соль Так-то И так-то И Как будто Он Делал Эксперимент Отставил Воду Кипятил Отставил И Сливал И осадок Который Оставался Да Это Не Осадок С Воды Можно Подумать Потому Что В воде В Есть же Соли Которые При Кипячении Они Оседают Делается Реакция Они Оседают Нет Он Делал На Медицинской Воде И Так Получилось Я Сделала На Обыкновенной Воде У меня Потому Что У меня Нет У них Лорки Ничего У меня Собственный Источник Вот Да Есть Мелкие Крапления Соли И Это По всему Миру Это Не Только В Италии В Америке Есть Везде И Соль Вот Эту Гималайскую Она Так Так Красивого Красного Цвета Красный Цвет Мне Вообще Нравится Ну Красный Такой Розовенький Я Ж Девочка Я Покупаю Ну Такую Крупную Как Б Колотую И Потом Уже На Миксере С Добавление Сухих Трав Я Ее Размалываю И Вот Такую Употребляю И Уже Непосредственно В Тарелку Андрей Ты Здесь Или Мне Задавать Вопрос Я Уже Сбилась Сейчас Секунду Алкогольным Можно И Нужно Ирина Спрашивает Любовотреблять Мясные Продукты Или Только Овощи И Фрукты О Не Наступайте На Мой Больной Мозоль Дело В том Что Мясо Я Потребляю До Сих Пор Очень В Малых Количествах И Знаете У Меня Только С Этической Точки Зрения У У Моих Малышей Вот В Салехарде Когда Я Жила Эти Алкоголики Убивали Собак Их Ели И Многие Народы Едят А свинья По Нашему Мы Вообще Похожи На Свинью И Крыс Похожи Наши ДНК Вот И С Этической Точки Зрения Лучше Даже Не думать Если На То Пошло Когда Мой Муж Один Раз Пришел В Агритуризм Тот Который Полкилометра От Меня Находится И Хозяин Агритуризма Говорит Да Зайдите К нам Сюда Вот В Помещение Где Эту Свинью Мы Должны Забивать Послезавтра Вот Светлана Заказала Колбасы Вот Эту Свинью Мой Муж Чуть В обморок Не Упал Говорит Все А я Больше Не Пойду Ну Колбасу Ест Конечно Он Как бы Сказать Первый Кусочек Будто Бы Давится Он Старается Задавить Это Чувство Что Он Есть Живого Человека Это Этический Вопрос Потому Что Зубы У нас Не Такие Там Пищеварение Пищеварение У нас Одинаковое Почти Как у Животных Я Не Говорю Про Крупный Рогатый Скот Про Коровы Которые У них Не Так Как У нас Сделано Вот Кони Тоже Немножечко Есть Отличие Остальные Животные У нас То же Самое У нас Есть Те Же Резцы Коренные Зубы Для Перетирания Мяса Понятно Мы Живность Не Откусываем Как Лев Или Другие Предаторы Хищники Мы Варим Или Если Сырое Мясо Едим Мы Рожуем Для нас Коренные Зубы Для этого И Предназначены Когда Я жила В Салихарде Коренные Народы Севера Они Невосполнимость Нехватка Витаминов Они Не Могут Продуцировать Нехватка Солнечного Света Не Вырабатываются В них Некоторые Витамины Они Замещают Питьем Свежей Крови Из Оленя Я же Проходила Практику Я это Видела Собственными Глазами Вот Еле Пятиминутка Называется Рыбу Вытаскиваешь Из Аби Из реки Об Кусничная Рыба Муксун Например Это благородная Белая рыба Дал ей По башке Чем-нибудь Отрезал Кусок Посолил И в рот Вот Пять минут Можно Засолил И перчику Пять минут Полежало И в рот Здесь ты Восполняешь Все то необходимое То что ты Живешь в Салихарде В Салихарде Девять месяцев Ночи Сумерки Солнца Нет А три месяца Солнце Не заходит Крутится По кругу Так что Здесь Сложный вопрос Я не в состоянии Ответить Потому что Я Ну Не хочу Даже Вникать Хотя Не знаю Мясо Я ем Редко Но ем И делаю Сама Копчу Мясо Колбасы Покупаю Уже готовые Или сосиски Готовые Ну не сосиски Мясные изделия Такие Как сосисочки И сама Дома копчу У меня есть возможность Сделали мы Так что Редко Но едим Ну вот Ирина Пшенична Пишет Что с пиявками Надо быть осторожной Пломбы Летят Это По голову Я тоже Убедилась Я Я не знаю У меня была такая Идея Я не изучала Этот вопрос Ничего не могу сказать Спасибо Спасибо За то Что вы сказали Больше внимания Буду Определять Для этого Нам нужна Такая площадка Что Тот Кто знает Больше Пусть Расскажет Всем Задали Почему Японцы Живут Так Долго Во-первых Почему Японцы Живут Так Долго Тоже Я Так С одним Умным Человеком Здесь Ну Не здесь В Италии Мы Разговаривали На эту Тему Потому Что Возник Вопрос Почему Например Сардиния Это Остров Возле Италии Ну Это Часть Долго Но Может Потому Что Едят Вот Эти Вытяжки Из Китов Не могу Сказать Не могу Сказать И Вот Он Мне Говорил Что Китовый Жир Когда Делают Препарат На основе Китового Жира Он Содержит Такие Элементы Которые Продлевают Жизнь Посмотрите На Настоящих Японцев Они По своей Структуре Некрасиво Сложенные А как будто Б Как Поломаны Вот Дает Продолжительность Жизни Может Качество Жизни Уменьшается Но Продолжительность Да Вы кто По образованию Я ветеринар Чем Занимаюсь Ничем Закончила Я В Салихарде В 87 Году Салихардский Зооветеринарный Техникум Проучилась Там 4 года Если бы 2 года Значит В Советском Союзе Только была Ветеринарная Академия В Москве И Институт В Омске На основании Этого Я могла бы Еще 2 года Проучиться В Омском Институте С красным Дипломом Который Получаешь В Салихарде Или же Идти В Академию Но там Надо 3 года Учиться Почему Потому что Мы когда Учились Идентичный Курс Предметов Был как В Омском Институте И в Академии А 2 года В Омском Институте Готовят Высший Руководящий Состав И там Почти 2 года Понятно Что там были Другие Предметы Идет на Материализм История История Коммунизма Изучалась История Партии И еще Какой-то Материализм Коммунистический Материализм 4 предмета И ты занимался Этим Потому что Высший Руководящий Состав И должен Быть Коммунистом Не имеет Права Не изучать Эти предметы Никогда В жизни Я не Работала По специальности А вот Другой Раску Если интересно Расскажу Она Дышит Горным Свежим Воздухом И вино Домашнее Расскажу Про вино Вы даже Не знаете Что в нем Содержится В домашнем Вине Кстати Неделю Назад Мы купили 30 литров Домашнего Вина От Того Человека Который Мы очень Хорошо Знаем Который Делает Вино Я знаю Как он Делает Никогда Не покупайте Вино В магазинах Я вам Расскажу Что это Такое Это Это Бомба Замедленного Действия Это Как нас Отравляют Если Есть Возможность Кстати Вино Можно Дома Делать Вино Можно Делать С яблок Я Делала Пробовала Делать Вину С яблок Получилось Но я Его Оставила Потому что Я хотела Уксус У меня Сейчас Замечательный Уксус Расскажу О свойствах Уксуса Я Тоже Его Применяю Прекрасный Продукт И Рекомендую Его Использовать Не Покупайте Уксус В магазине И Всегда Читайте Ингредиенты Горным Воздухом Да У нас Тут Здесь Нету Никаких Производств У меня Горный Воздух Да Но Надо Напомнить Что у меня Наверное Здесь Мы Проживаем 15 лет В моем Доме В нашем Доме И 5 лет Редкие Дни Которые Здесь Не летают Самолеты И не бросают Вот эти Химические Трейлы Я уже Сколько их Фотографировала Что мне уже Надоело Это делать И я оставила Я потом Когда Закончу С медициной И начнем Может обсуждать Другие вопросы И про эти Химические Трейлы Сейчас я тоже Узнала Химические Трейлы Поцепляют К оксидам Алюминия Которые Они выбрасывают Вирусные Заболевания И Поцепляют Как он Называется Рябок Вопросы? Да нет Пока Вопросы Так Беседа Уже такая Дружелюстина Идет Давайте 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 Вот Я тут Скинул ролик По поводу Вот этих Голландских Там Еще в некоторых Странах Магазинов Где вот Эта Медицинская Марихуана Которая Вот там Человек Говорит Что Оно Помогает Но не дает Никакого Кайпа Чтобы люди Как бы Которые Понимали Это Ну Метеду Которые Себе Нафантазирую Что-то Чтобы Сразу Так Обрубить Вот это Что Это Исключительно Она Делана Специально Для Того Чтобы Помочь Здоровью А не Для Ваших Кайфушек Насчет Марихуаны Несколько Лет Назад У меня Была Такая Идея Особенно Когда У меня Были Болезненные Менструации Я Изучала Этот Вопрос Немного Во-первых Достать Семена Это Практически Невозможно У меня Нету Незнакомых Ничего Купить Через Интернет Тоже Невозможно Не было У меня Такой Возможности И потом Высаживать Только В горшке В доме И Его Прятать Потому Что Если Ты Высадишь На Огороде У меня Есть Огород Мы Питаемся Только С Моего Огорода Каждое Лето Несколько Раз За Лето Летают Самолеты И Фотографируют Территорию На Предмет Выращивания Марихуаны Я это знаю У нас Категорически Запрещено Это Проследуется По закону Убийц Которые Имеют Цвет Цвет Ночи Как мы Так Можно Сказать Чтобы Не Сказать Другим Словом Они Они Могут Тебя Убить Растерзать Съесть Ничего Им Не Будет А Вот Если У тебя Найдут Кусочек Марихуаны Тебя В тюрьму Заберут А самое Главное Заберут Дом И Плати Государству Штрафы Какие-то Это Невозможно И Поэтому Я начала Заниматься Чем-нибудь Другим Альтернативным Чтобы Не И И Против Этого Местного Закона Итальянского Вот И Все Я Согласна Насчет Марихуаны Это Марихуана Я Помню У меня Бабушки В Полтавской Области Село Кибинцы Там Были Поля Конопли И Никто Ничего А потом Когда Сказали Что А Это Марихуана Ее Курить Можно Ее Можно Там Быть Этим Наркоманом Выкосили Выкосили Так Делать Допустим Из этого И Как Сделать Какие-то Лекарства Настой Я не знаю Все Что Угодно А Они Вот Понимаете Вот Это То же Самое Как Сигареты В Магазине Супермаркете Закрыли Вот Эти Ящики Где Сигареты Но Написано 18 Летим Табак Не Продается Ну Как Вот Она Это Тоже Самая Анти Реклама Это Я Реклама Понимаете Если Они Закрыли Щит Это Не Надо Им Писать Ничего Все Знают Взрослые Кому Надо Где Это Найдут Выкопают Под землей Он Листочки Сушеные Самокровку Скроет Если Делать Так Делать Это Так Это Дырки В законе Это Все Понятно Ну Это Специально Реклама Чтобы Протолкнуть Рекламу Да 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 А вот Потом Закрывать Свои Дележки Черные Там Всякие Участковые И подобные Ему Аферистов Сами же Рекламируют И сами же Потом Ловят Да А потом Сами Ловят Вирус И антивирус Это То же самое Так же Как у нас Например Только В северной Части Италии Можно Купить Семена Мака Чтобы Мак У моей Бабушки Росло Этого Мака И Ну Как Делать Пирожки Без Мака По всей Италии Нельзя Только В северной Части Так как Это была Экс Территория Германии И Типа Те же Германцы Немцы Ели Мак И Так как Здесь все-таки Коренное Население Проживает И Разрешается Не сеять Мак А покупать Только В магазина В таких Маленьких Упаковочек Маковые Зерна Для Выпечки И Только Через Официального Единственного Дистрибьютора Где Они Этот Мак Наверное По всей Вероятности Садят Садят На Украине Это Обыкновенный Мак Это Героиновый Мак А Выращивать Нельзя Я Себя Попробовала Один раз Посадить Пару Зернышек Маков Во-первых Они Не Проросли Потому Что Их Так Затравливают Чем-то Что Невозможно И Ты Даже Не Можешь Съесть Маковый Пирожок Так Что Тоже А У нас Продаются Значит Если Посыпанные И Я же Говорю Вот Где В Супермарк Есть Отдел Все Для Выпечки Для Домашней Выпечки Вот В таких Пакетиках Продаются Маковые Зерна Только Так Ты Можешь Купить Там По 50 Грамм Ты Ж Очень Дорогие Ты же Их не Купишь Там 10 Килограмм Ну И Что Я же Говорю Когда Кинуло В землю Чтобы Проросли Они Не Проросли Они Загнили И Все У них Нет Никакого Ни алкалоидов Там Нет Там Ничего Нет Совершенно Ненужный Мертвый Продукт Который Еще Будет Засорять Организм Вот Тут Вопрос Вадим Калаврат Тему ТГК Пропустил Или Еще Нет Что Такое ТГК Может Я Что ТГК Да Ну Сейчас Он Расшифрует Нам Я Светлана Действительно Что Действительно 500 Ой 50-100 Миллиграмм Коньяка Или Вина Убивает Нервные Клетки Восстанавливаются Они Только Через 30 Дней Правда Вопрос Знаете С моего Опыта Я могу Ну и так Немного И изучала Дело в том Что Где я Родилась И выросла Украина Потом Салихард Там так Безбожно Пили Да Можно сказать Суррогат Там все Любой Алкоголь Который Свыше 10 Градусов Если он Не как Настойка Для Некоторых Алкалоидов Той же Валерианки Которые Растворяются У тебя Уже В желудочной Да даже В рту Начинает Растворяться И проникать В организм И которые Алкалоид Начинает Освобождать Своё действие Я против Любого Сильного Алкоголя Вино Настоящее Домашнее Вино Оно Имеет Не более 10 градусов Даже меньше До 8 градусов Я вам расскажу Про вино Я вам расскажу Почему У нас В Италии Запрещают Пить вино Домашнее Ты можешь Для своего Собственного Пользования Сделать Чуть-чуть Каких-то 30 литров И всё На продажу Нельзя Рекламировать Что у тебя вино Нельзя Втихушку Пей Потому что Это считается Как Смертельный Продукт Вино Ты можешь Покупать Только В магазине Расскажу Вам про вино У меня есть Книжица Одной фабрики По производству Вина И вот там Рецептура Вина Которая Спущена Из Министерства Пищевой Промышленности Италии Как должно Быть Сделано Вино У меня Есть Это Книжица Я Сидела И не знаю Думаю Не знаю Цемент Готовят Я вам Расскажу Так что О Как его Называется Коньяк Во первых Коньяк Это Не Коньяк Коньяк Только В Ирландии Делается Не могу Сказать Я Против Алкоголя Если Только Не как Транспортное Средство Для Алкалоидов Лечебных Это Максимум Одна Столовая Ложка Максимум Алкаши Не болеют Они сразу Сдыхают А вы знаете Мой Дед Рассказывал Он Врач Рассказывал Уже Главврач Работал Войну Прошел До Кенисберга Он Говорил Что Больше Никто Никуда Не ходил А война Закончилась В Кенисберге Живой Пришел С войны Без всяких Увечий Ну он же Врачом Работал Видел Войну Не видел Войну Никогда Не рассказывал Сколько Раз Не просила Вот Так И он Рассказывал Что Когда Делают Автопсию Разрезают Покойника Алкаша У него Все Сосуды Как у Младенца Прекрасны Печень Дистрофированная Там вообще Как Мочалка А сосуды Прекрасны Вот вам Ну а про еду Кстати Тоже Сделаем Такой Митинг И я вам Много про еду Расскажу Очень много Мне тоже Очень интересно Я очень внимательно Отношусь К тому Что я готовлю В семье И то Что я кушаю Едим Все Но надо Внимательно Относиться Вадим 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 Калаврат Так и не Сказал Что такое ТГК Так что Это такое Я не знаю Может Дело в том Что Я не Ветеринар Я не изучала Медицину Российскую То что я изучала Я изучала На итальянском языке Расшифруйте мне Пожалуйста Что это На русском Я тогда вам скажу Сейчас еще В чат Напишу ТГК Это Тетрагидроканабинол А Чего? Тетрагидроканабинол Не знаю Ну Канабис Типа А Канабинол Понятно До Таких Тонкостей Я не дошла Понятно О чем Речь Мы уже Сговаривали На эту тему Просто Видите Этот Гидро Это Она Значит Как-то На искусственных Выращенных Там В этом Озоне Или как В озоне Непонятно Как Да И с всякими Добавлениями Не знаю Не знаю Ребята Не знаю Не изучала Не интересовалась Не я тоже Не изучала Но само Слово Гидро Это не Неестественность Нет Почему Гидро Это уже Водный Раствор Гидро А вот Алкалоидный Водный Раствор Активного Вещества Каннабиса Должно Быть По идее Свежий Воздух Задонать Мне на Микрофон Дружище А то Тут на Камере Какой Есть Уж Какой Есть Главное Трансляция Идет Нормально И меня Уж Как Слышно Думаю Не страшно Вы Меня Хорошо Слышите Светлана Да Отлично Отлично Или Может Они Владимира Имели Ввиду Хотя Владимира Тоже Хорошо Слышно Давайте Вячеславу Задонатим Светлана Все Так От Мяса Надо Отказываться И Шок Ребята Больной Мозоль Вот Это Мой Единственный Ответ Да Я могу Знаете Что Сказать Конечно Но Не буду Говорить Закисляет Организм Я Такая Больная Была Хоть Я Живу Здесь В горной Местности Италии И Сколько У меня Было Болячик И Даже Едя Мясо Я Себя Вылечила Перекисью И Содой И Вылечила Всех Моих Близких И Знакомых Скажите Положительные И Отрицательные Стороны Кухни Украины И Где Вы Сейчас Живете В Италии Я Недавно Тоже Рассказывала Повторяюсь Мне Здесь На этой земле Жить Очень Спокойно И Вольготно Там Где я Родилась В Тернополе Климат Такой же Как здесь Для меня Это Мой дом Все Одинаково Кухни Наши Идентичны Различие Что В украинскую Кухню Добавляют Много Лука А в итальянскую Кухню Замещают Тертым сыром Вот и все Едят много Твердых сыров И много Его добавляют Так как На Украине Много Цебули Я сама Ем цебулю Килограммами И чеснок Тоже Килограммами Ирина Иванова Пишет Светлана Про Чай И отвары Полезные Какие Именно Там Порекомендуете Расскажете Может Или Какие-то Я вам Знаете Что Хорошо Вот Уже Немножко По травам По лечению Я сама Собираю Травы И Когда я чувствую Что у меня Какое-то Заболевание Я пью Эти травы У меня В баночках Я вам покажу Эти баночки Которые Я сделала Которые Я каждый Год Заготавливаю И Заготавливаю Только Где я живу Здесь Никуда Не хожу То что У меня Есть Я этим И пользуюсь По чаям Я стараюсь Если Например Вот этот English Breakfast Tea Я добавляю Все-таки По щепоточке Или Луковой Шелухи Добавляю Потому что Мой муж Любит этот чай Я стараюсь Все равно Что-нибудь Добавить Или корень Как же он называется Имбиря Обязательно Каждый раз Добавляю Корень Имбиря А так По большому счету Я чая не пью Когда Мужа дома Нет Я чай не пью Я пью Кофе Итальянский Кстати Итальянский кофе У кого Пониженное давление Настоящий Итальянский кофе Это Это Паровая Суспенция Из Тертых Молотых Зерен Кофе Это Не водная Суспенция А это Паровая Суспенция Которая Вытягивает Алкалоиды Из Зерен Кофе И Одна Ложка Она Пьется Виталий Настоящий Кофе Это Одна Столовая Ложка Маленькие Чашечки Горячие И Я пью У себя Разбавляю Молоком И утром У меня Такой Завтрак Потому что Я люблю У меня Немного Пониженное У вас Но все Равно У меня Кстати Температура Тела Постоянная 34 градуса Иногда У меня Бывает 33 Один раз У меня было 33 И 7 А так У меня 34 Градус Светлана А можно Задать вопрос У меня Вообще Температура Не бывает Высокой Последние годы Может быть В детстве Еще По молодости Это Плохо Или Хорошо Непонятно Я думаю Много Источников Перерыла Насчет Этого Все Говорят Что Тот Человек Молода Выглядит Вот так Вот Потому что Он Более Здоров Нет Никакого Процесса Воспалительного Когда Пониженная Температура И У них Обычно Пониженное Давление Лучше Иметь Пониженную Температуру И пониженное Давление Чем Наоборот Это Из Официальных Источников Я Чувствую Себя Хорошо И Никогда Не Запариваюсь Почему У меня Такая Температура 34 Это Так Посмеяться Иногда С моим Мужем Как Так Может Ну Вот И Все Температура Нормальная А Когда Воспалительные Какие-то Процессы Высокое Не бывает Никогда Почему Я удивилась А Вот Как В смысле Ты говоришь Когда ты Гриппом Там Заболеешь Или Еще Чем Так Да Вроде Бы Проще Чтобы Быстрее Прошло Нет Как Обычно Как Обычно Это Знаешь Да Это Интересный Вопрос Скажем Я Так Нигде Не Слышала Это У моих Знакомых Я Ни у Кого Не Слышала Это Слышала Я Не знаю Что Тебе Ответить Я Никогда Не Думала Насчет Этого Да Лучше Бы Конечно Большая Температура Потому Что Она Жаром Убивает Всю Патогенную Микрофлору Конечно Лучше Бы Сказать Правду Но Если Будешь Лечиться Перекисью И Содой Все Пройдет Но Никаких Проблем Не будет Может У тебя Организм Такой Я Не знаю Вот Сейчас Хочу Это Игорек Да По-моему Тут Пишет В чате По поводу Рассыпался Какой-то Кто там Мясо Не ест Дело Не в то Что мясо А вы Почему Сравниваете Этот Труд Который Вы Сейчас Делаете Что Он Нормальный Этот Марк Я Занимаюсь Спортом И Физическим Трудом Очень Серьезным Поверь Вот Если бы я мясо Не ел бы Я просто Посыпался бы Весь Потому что У нас Организм Состоит Он не может Без Белков Понимаешь Живых И Жиров Если бы Это было Так На самом Деле Было Круто Потому что У меня Очень Много Знакомых Которые Спортом Занимаются И не мясоеды Они Часто Болеют У них Слабые Кости У них Слабый Иммунитет В любой Идите Спортзал Игорек Перебью Дружище Я Не ем мясо Уже год Как минимум Ты занимаешься Физическими Нагрузками Да Занимаюсь Какими Ну Спорт В основном А так Тяжелее Системного блока Не передвигая Ничего А Ну Понятно Подождите Я же только что Тебя прокомментировал По поводу Если рабствовать Как мы рабствуем Так нам Конечно Ничто Нам не хватит На какие-то Вот это В нормальной жизни А болеешь как? Ну вот Иногда Когда меня окружат Там эти Которые там Заболели Каким-нибудь Вирусом И то Иммунитет Слабый Да? Нет Не то что слабый Имеется ввиду Вот я буду Находиться В окружении Допустим Вот у меня Милая заболела Естественно Я с ней дома Нахожусь Там Ухаживаю Или еще что-то Соответственно Этим дышу Вот допустим От одного человека Еще Моем иммунитет Выдержит А допустим Ходил тоже в гости Оказался человек Там один в семье Тоже болеет Второй только начинал Пока я там Ремонтировал Допустим Компьютер Туда-второй 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 Тоже надышался Туда-второй Туда-второй У меня просто У меня хоть И ешь мясо Я имею ввиду По плотности Такой же Андрей А вы где живете? 87 килограмм Я вешу В Подмосковье В данный момент И неплохо себя чувствую И ощущаю Нормально В общем Молодой Энергичный Еще пока Иммунитет 31 год Нормально Круто Еще пока Сам организм Молодой Имеет еще силы Понимаешь Как бороться Просто Ты еще Какой-то Физическую Имеется Спорт Поддерживаешь Туда-сюда Естественно Ты балансируешь Немножко Вот это Когда ты занимаешься Естественно Организм Не дает Столько Допустим К тому же Мясо Отсидеться Соответственно Все работает Ты попил водички Все это разбавляется И выводится Намного быстрее Ну Сам понимаешь Как оно выводится Не через тело Да Вот А насчет Марка Посмотри Фильм Ты сам посмотри В общем Называется Земляне Мне не надо Тут Учить Я видел Много чего Вот Так и называется Земляне И ты Увидишь Все Там покрути 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 Показано Все А летом Ремарка Марина Буквально секундочку Ремарка А летом Если вы не поверите У меня в холодильнике Кроме Для салата Летнего В разных Модификации Скажем так Жонглирую Нету ничего В холодильнике Серьезно Яйца И то Могут пролежать Допустим Если там Парочка яиц Иногда Редко Сделаю Что-то Такое Салатиком Допустим А так Все у меня Только для салата В разных конфигурациях Больше ничего Нету Ну и масло Соответственно Вот это Запах Да Растительное Которое Свежевыжатое Запахом Даже не А именно Подсолнечного Подсолнечного Андрей Если На севере Или Вот я Например Влажный климат Если Вот так Питаться Бывает Такое Или голодание Или еще Какое-то Питание Другое То иногда Бывает Очень сильный Озноб Даже при Нормальной Температуре Вот Вот Нормально Было Потом Раз Идет Какой-то Переход То есть Это Не все Могут Ну Попробовать Можно Ну Вот Я же Говорю Вот В Салихарде Особенно Вот Эти Ханты Манси Аборигены Даже Нету Нету Никакого Ни фрукта Ни овощи Нету Только Только Животная Пища И мы Которые Жили Ну Так Белорозовые По воле Судьбы Те Которые Попали Туда Нету Ничего Там Только Мясо Вот И когда Я Ну Вот Живу Виталии У меня Свой Огород И Я Сажаю Ну Все Фрукты Овощи Понятно И Не хочется Даже Супа Горячего Кушать Вообще Ничего Потому Что Жара Такая А вот Салатик Или Из фруктов Салатик Вот Очень хорошо И мы Когда Лето Ну Почти Не едим А на Ковуны Как налегаем Потому Что Жирище Водой Ты не Напьешься А Ковны Едим О Не Одно Мясо Я бы тоже Не смог Быть Не Не Это Тяжелая Пища А вот Знаете Говорят Это диета Среднеземноморская Ну Вот Наша Диета Вот Где я Может быть Еще Отличие Маленькое Маленькое Но Тоже В зависимости Например У моей бабушки Полтавской области Там Елось Ну Мясо Ну Конечно В те времена Мясо Очень не елось Это Был дорогой Изысканный Продукт Но Все равно Елось Очень много Было Овощей Очень Много Фруктов Не так Фрукты И шли Там На пирожки На вареники На Там Эти Как они Варенья Зимой Елись Варенья Чтобы Делать Те же Самые Пирожки А вот Овощи Много А зимой Так Квашеная Капуста Эти И Моченые Яблоки И огурцы Все Все Ну Те же Капуст Ну Да Капуста И такая Долго И овощи Едят И в Италии Очень Много Овощей Если Ты ешь Кусок Вот так Вот Как С ладошку Мясо У тебя Все Это Обложено Овощами И не Кушается Хлеб А вместо Хлеба Не знаю Если кто Помнит На Украине Был такой Продукт Назывался Мамалейга Помните Кто-нибудь Это Помню Я знаю Запаренная На Кукурузной Муке Ну Запаренная Кукурузная Мука До сих Пор Это Ест Это Вместо Хлеба Так что Например Кусок Мяса Вот с таким Скушать Ну Оставим Вопросы Этики Скажем Вот так Для Потребления Ну Для Питания Так что Ты маленький Кусочек Мяса Съешь Светлана Вам вопрос Тут Ирина Коломее Коломенец Светлана Что Можете Сказать Про Коллоидное Серебро Я Купила Себе Коллоидное Серебро Применяла Я его Внешне У меня Мальчишечка Мой Тео Собачка У него Была Проблемка С Глазиком Я Обтирала Его Этим Коллоидным Серебром Оно Действительно У меня Чистое И настоящее Без всяких Добавок Внутрь Я его Не принимала Можно Принимать Его Внутрь Дело В том Что Мне Хватает Пока Перекиси И Соды Я считаю Не то что я считаю Это не то что я считаю Все считают Это Полезный Полезный Элемент Можешь его Применять Для того Для чего Ты его Купила Только Всегда Вопрос Что Есть Внутри Если Там Есть Добавки Только Внешнее Применение Можно Секунду Марк Если Есть Желание Я могу Добавить В эфир Так же Со Светланой Поотвечайте На вопросы Зрителям Да Да Пусть Зайдет Поотвечает Мне прям Интересно Всю жизнь Мои предки Нормально Питались Нормальной Капусту Поглощали И пшеницу И морковку И так же Мясо было Чего-то Никто не помер Раньше Времени Подожди 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 И все нормально Дай выскажусь Я молчал Вас не перебивал Нет Это Андрей Говорит Братиш Я понял Вопрос в том Что Какое качество Раньше было Пускай оно даже Так дайте мне До рассказать Чего вы меня Перебиваете Да Этот Секунду я добавлю Марк Вы прыгаете Прямо через головы Просто Не дайте мне Высказаться Да Это я тебе Перебил Добавить И Марку Договорить Ты меня перебил Марк Добавься Напиши плюс Если Можешь К нам зайти В эфир Да Пожалуйста И нормально Все Все жили Здраво Хорошо Не тужили Но потом Когда Начала Вот эта Разработка Идти Всех Вот этих ГМО Добавок Денег Начали Больно уж Много Зарабатывать И знают Как зарабатывать И понеслась Вот это Введение Не из-за Того То что Стало Больше Людей Как навязывают Из-за того То что Они узнали Как быстро И очень Дешево Подниматься И вот Тебе Пожалуйста Отсюда Идет Вот эти Все Болезни У меня Тоже Бабушка Умерла От Рака Кишечника У нее Метастазы Пошли Я знаю Что такое Лежонок Так ты Зря Издевался Над бабушкой Ты представь Ты человеку Давал Тяжелую Пищу Вот Тяжелейшую Пищу Это Белки Жиры Вот У которого В желудке Рак Это Это издевательство Над человеком Я тебе честно Скажу Вот этого Я не понял Это пример Ты плохой Привел Вот И отсюда У нас Все болезни Потому что Что сейчас Мясо Что вот эти Все продукты Которые Они все Генетически Модифицированные Для нас Вот И они Очень отличаются От тех продуктов Которые Раньше Были Если Качественные Продукты То нужно Выращивать Самому У меня Есть Дача Я выращиваю Сам У меня Там и Куры Есть И уточки И все Что мне Нужно Я приехал Взял себе Сколько мне нужно Порцию Для Там Недели Например Или Ну там Пяти Четырех дней И все Я питаюсь А если Конечно Впитывать Как Многие Здесь Говорят И в чате Я вижу Этот Бардак То Конечно Если Не балансировать Это И вообще Не ухаживать За этим Не только Рак Появится Еще Разная Куча Болезней И с кожным И с кожным покровом И с Восиным И еще С костным Так что Речь тут Про другое Ребят Все Нужно В меру Так Как и в природе Это сделано Ну а Так Я согласна Игорь Сто процентов Вот видите О чем Я не из-за того То что Там я Либо поощряю Мясоедов Либо поощряю Там Овощеедов Потому что Не поощряю Никого И не отрыгаю Си 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 По-моему Да Да По-итальянски У меня есть знакомая Она в Италии ездит А как будет Охотничья луна По-итальянски Да Светлан Охотничья луна У меня Хантер Английское Вошло Вот именно Чисто на итальянском Качаторе Качаторе Ди луна Качаторе Ди луна Нет Это охотник луны А вот Охотничья луна Дельчитья Гора Ла луна Может Вот так Как Дельчитья Агора Ла луна Или может Я неправильно Что-то не поняла Игорь Качаторе Ди луна Это охотник луны А Охотничья луна Да Это еще Это старое Старое В общем Я забыл Как произношение Я всегда Если человек С Италии Спрашиваю У него Потому что Вот Мало кто помнит Это вот Древнее сочетание У вас там Есть оно И там Такое красивое Название этого всего Она тоже Из двух слов состоит Ла луны И первое Вот не помню Тоже У меня были Такие духи Вот мне С Италии Привозили Охотничья луна Да Она так Переводилась Охотничья луна Интересно Нет Это лунная охота Кача луна Это лунная охота Вот еще пища Для размышлений Светлана Ага Спасибо Игорь Спасибо Охотничья луна Вот Сколько не спрашиваю Вот сколько не спрашиваю Мало кто может ответить Кстати Почему-то А я сейчас Мужа Спрошу Да Может муж знает Кстати Но это Какое-то Древнее слово У вас Оно Издревле В общем От предков В общем Но она очень красивая Кстати Да Не знаю Ну ладно Спрошу Действительно Уже По-всякому Думаю Все равно Не подходит По-русскому Перевести Охотничья луна Да Не охотничья Там Не такого Охотничья Загадка Я потом тебе Игорь Потом Ну Будем Ты часто Бываешь И Я тебе скажу Конечно я найду Я заставлю всех своих знакомых Сейчас Мучиться Пусть мне скажут Объясню Потому что они поймут Объясню Но Ответ найду Сто процент Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...